Проснитесь с нами. Узнайте о главном. Время не ждёт. Утро. Это когда? Время не ждёт. 6.08. На часах мы всех приветствуем. А мы это Николай Пивненко и Дарья Яганова. Здравствуйте. Ты будешь смеяться, но уже 6.09. 6.09. Доброе утро. Да, доброе утро действительно всем, кто слушает Радио 1. Напомню, что наш сайт radio1.news. Там нас можно не только слышать, но и наблюдать то, что происходит в студии. Нас работает веб-камера. И напомню вам, дорогие друзья, что в течение 4 часов, то есть до 10 часов утра, вместе с вами действительно будут Дарья Яганова и Николай Пивненко. Сегодня 20 июня, сегодня вторник. Ничего себе такой вот трудовой день для тех, кто ещё не в отпуске или уже после отпуска. Вторник, как вы понимаете, день ответственный, потому что, с одной стороны, это уже не понедельник, но совсем ещё не пятница и даже не четверг. Поэтому должно быть у нас с вами, ну, должно, плохое слово. Хотелось бы, чтобы у вас было более-менее рабочее настроение. И, кстати, об этом и пойдёт речь в затравочной новости. И, кстати, напомню вам, что сегодня, как всегда, мы будем внимательно следить за всеми теми важными событиями, которые происходят, что называется, в режиме онлайн. Ну и, помимо этого, попробуем обсудить наиболее интересные новости, которые приходят в последние дни. Всё это мы будем делать в прямом эфире и, надеюсь, при вашей помощи и поддержке. Ну, а теперь та самая затравочная новость, которая, кстати, касается очень простой темы. Учёные выяснили, кому легче всех вставать по утрам. Попробуем согласиться или нет. Да, Даш? Да. Поехали. Утро. Это когда время не ждёт. Что говорят учёные? Ты знаешь, мне кажется, что утренние радиоведущие и, может быть, какие-нибудь другие телевизионные ведущие обязательно когда-нибудь напишут книгу о процессе. Это прям психологическое даже, может быть, исследование медицинского плана. Как ты начинаешь просыпаться... Как рано вставать по утрам. Как ты каждые полчаса просыпаешься... И вот такие думаешь, бог ты мой, ещё столько времени. Дело в том, что, по мнению интернет-пользователей, наиболее эффективный способ вовремя проснуться — это желание поскорее пойти на любимую работу. С этим согласна. Но только 18% респондентов легко встают по утрам и не нуждаются в каких-либо стимулах. То есть 18% вообще. Что на работу, что не на работу. Вот, скорее всего, это так называемые, я думаю, совы. Не всегда. Жаворонки, пардон. Это могут быть... Я, например, вынужденный жаворонок. Вынужденный жаворонок. Хорошо звучит. А я не вынужденная сова тогда, что ли? В опросе приняло участие более тысячи человек в возрасте от 16 до 59 лет. Согласно результатам опроса, женщинам сложнее вставать по утрам. 30% респондентов считают, что лучший стимул для бодрого пробуждения – это желание идти на любимую работу, как я сказал. 9% интернет-пользователей считают, что нужно просто завести три будильника, чтобы не проспать. А 3% предпочитают, чтобы их будили близкие люди. Ближе не будешь. 14% заявили, что для того, чтобы бодро просыпаться, достаточно ложиться спать пораньше. Как смешно. Затейники. Да, затейники. И только 18% респондентов сообщили, что они встают бодро по утрам без каких-либо стимулов. Просто встают, потому что встают. Вот те самые 18%. Ну и 18% убеждены, что все необходимое для успешного утра следует готовить с вечера. Кашку, например. Не знаю, я не отношусь к таким людям, которые готовят с вечера. Бывает такая категория, которые готовят одежду себе на стульчике. Быстренько в ванночку, зубки почистили, кашку в этот в СВЧ. Все уже почищено, все кашку съели, да-да-да-да, и вперед. Но я не отношусь к таким людям. На полусогнутых, знаешь, так называется. Да, да, с закрытыми глазами. Ну, вообще, мне кажется, что исследование очень интересное. Но скажу честно, что, безусловно, вот эта попытка, а, лечь пораньше, она, безусловно, присутствует. Но что-то всегда мешает. И вот это вот желание, не то что желание, а даже, может быть, какой-то страх проспать, он, безусловно, всегда работает, видимо, в организме. Потому что я сегодня просыпался раз пять, наверное, чего не могу понять. Может, жарко было. Вот, и поэтому мы сделаем все, чтобы не опоздать к вам. И мы очень ценим тех наших слушателей, которые в 6 часов утра включают свои радиоприемники, чтобы услышать в прямом эфире на Радио 1 Дарью Яганову и Николая Пивненко. Вот такая вот у нас интересная работа. И, кстати, напомню, что сегодня погода у нас стоит хорошая, по крайней мере, в Москве. Может быть, где-то в столичном регионе идет дождик, об этом вы нам можете сообщить. Но, говоря о погоде, нам обещают сегодня до плюс 23 градусов. Очень приятно, спасибо. По данным гидрометцентра. Днем переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Вот вчера, помнишь, обещали небольшой дождик? Я как-то все время попадал в большой. Да, я тоже вчера два раза попала в большой дождик. Я не могу понять, кто так пошутил над нами. Хотя, помнишь, мы с тобой разговаривали в вчерашнем эфире о том, что приходит сообщение от МЧС. Да, вчера пришло. Да. Мне вчера, я не помню, то ли пришло, то ли не пришло. По-моему, мне вчера пришло все-таки. А может быть, не пришло, надо посмотреть. Но суть не в этом. И, как я помню, что вроде бы предупреждали, что будет сильный ветер, будет сильный дождь, но сильный ветер и сильный дождь начинались очень внезапно. Ну, понимаешь, вот смотри, по поводу предупреждения. Мне пришло на телефон в 21 час 46 минут следующее сообщение. МЧС предупреждает, на основании прогноза, в Москве до 22 часов ожидается дождь, гроза и ветер. То есть за 13 минут до окончания 22 часов ко мне пришло сообщение. Но дожди-то были вчера днем. Да, но до 22, а сообщение ко мне пришло в 21.46. Ой, шутники там, наверное, работают. 6 часов 15 минут, небольшая музыкальная пауза. Время не ждет. 6 часов и 19 минут в столичном регионе. Доброе утро. Доброе утро вам желаю, Дарья Ганова, Николай Певненко. Мы в прямом эфире. Напомню, друзья, что, как всегда, с вами до 10 часов утра утреннее шоу «Время не ждет». Наш сайт работает по-прежнему для вас. Radio1.news. Все очень просто. Там масса информации, которую для вас собирает весь наш дружный коллектив. Ну и, конечно же, вы там можете слушать нас с помощью интернета. То есть мы с вами практически всегда можем быть вместе. Видеть, но не всех. Видеть не всех. Видеть тайно, подсматривая веб-камеру. Сделать это можно, опять же, на нашем сайте radio1.news. Но, Дашу, вы все равно не увидите. У меня это только привилегия имеет место быть, правда? Конечно. Ну, а теперь, как вы понимаете, нам нужно задать главную тему. Мне кажется, что она сегодня интересная. И я даже небольшой конкурсик придумал для наших уважаемых слушателей. Но обо всем по порядку. Начнем с того, что есть дата календарная. Имеет непосредственное отношение к 20 июня. 20 июня. Страшно подумать. В 1881 году. Кстати, год-то какой. Наверное, в то время отметили 1881. Слева направо читается. И справа налево читается. Так что, наверное, год был особый. Все хотели, наверное, замуж выйти или пожениться в этот год. Я думаю, что в то время не было такого желания. Что-то еще как было. Те, кто знали цифры, это же прямо фантастика. Так вот, 20 июня 1881 году в Нижнем Новгороде была проведена первая в России линия телефонной связи. Как всегда, решили опробировать эту новую телефонную связь где-нибудь чуть-чуть подальше от Москвы. Вы представляете, в конце 19 века появился так называемый стационарный телефон. Вот это вот телефонная связь. которая развивалась с трудом, скажем прямо, потому что в Советском Союзе, я еще помню время, когда поставили телефон, ну, это вроде как жизнь состоялась. Это вроде как, ну, даже холодильник, наверное, было проще купить, чем поставить телефон. Да, я с тобой согласна. И во многих квартирах были спаренные телефоны. Это одна телефонная линия на две квартиры. Александр Иванович, дайте позвонить, что вы сегодня разговариваете? Да, да, да. Ты приходишь к соседям, просто у меня до недавнего времени осталась такая же история. Был спаренный телефон. Такая. И когда ты стучаешь в дверь, хорош там разговаривать. Вот, но потом получилось так, что линию развели, и уже появилась опта, как она называется? Молоконно-оптическая линия связи. Да. Вот. Ты будешь смеяться, я по ней диплом защищал свой первый. Вот видишь, ты в этом деле теперь разбираешься. Ну, не теперь, а вообще разбираешься. Это было очень далеко. Давно уже. Но хочу заметить, что, в общем, история следующая. У соседей осталась линия напрямую, а у меня шла через интернет. Ох, как ты крутая. Потому что там какие-то развилку было очень сложно сделать, через модем у меня шла. Вот. И получается, что я платила за телефон немыслимые деньги. То есть за интернет и за телефон. Вот умница, молодец. Ну, а что, ты же женщина богатая, чушь тебе там. Конечно. И поэтому теперь телефона у меня нет. А я помню прекрасно, что когда не было телефона, ну, во-первых, да, позвонить там и даже спаренный телефон. Или, например, как раз это же процесс свиданий. Ты же не будешь звонить дома, когда все тут рядом. И нужно было идти искать телефон. А половина аппаратов не работала, вот этих двухкопеечных. Две копейки бросали. Вот. Для того, чтобы позвонить. Поговорить. Договориться о встрече. Представляешь, это сейчас мобильный телефон даже не позвонил, а послал этот вайбер или ватсап. Пошли, встретимся где-то, поговорим. Времена были. Да. Поэтому, уважаемые радиослушатели, давайте с вами сыграем в такую игру. Ну, во-первых, голосование у нас должно быть. Вы пользуетесь сегодня стационарным, традиционным таким советским телефоном? Если да, то 8800 100 ровно 24 05. 8800 100 ровно 24 05. Если вы не пользуетесь стационарным телефоном, а скорее уже пользуетесь мобильным, и даже забыли поднимать эту слегка, ну, как скажем, пыльную трубку телефона. У меня еще, кстати, дома стоит этот, как он, дисковый телефон. Какая прелесть. Так это раритет, я уже таких сто лет не видела. Он так трезвонит. Только в поликлинике. Ну, а как же ты хотела. Вот, если вы в основном пользуетесь мобильным телефоном, то есть практически не пользуетесь стационарным телефоном, то ваш телефон для голосования 8800 100 ровно 24 06. 8800 100 ровно 24 06. Итак, повторяю. Вы пользуетесь стационарным таким обычным советским телефоном. 8800 100 ровно 24 05. 8800 100 ровно 24 05. Не аппаратом, я имею в виду, а телефоном, средством связи стационарным. Нет, вы не пользуетесь стационарной связью, скорее всего, уже у вас перешло на мобильную связь. В основном мобильник всегда с вами, ваш телефон для голосования 8 800 100 24 06, 8 800 100 24 06. Ну и дополнительно я предлагаю поучаствовать вас в небольшом конкурсе. Конкурс, который позволит вам, дозвонившись к нам по телефону в прямую студию, в прямой эфир, 8 800 700 5898, 8 800 700 5898, вспомнить фильмы или сцены из фильмов, прежде всего, конечно, советских, но можно и не советских, где участвует стационарный телефон или поются песни о телефоне. Либо, ну, в общем, все, что связано с телефоном. Утро. Это когда время не ждет. 6 часов 34 минуты в столичном регионе. Знаете, мы сейчас с Дашей Ягановой подумали и пытались вспомнить столько, оказывается, всевозможных фильмов, песен, посвященных стационарной телефонной связи. Слово стационарное, конечно, нас пугает, но вот это ему старому, доброму советскому телефону. Вот для того, чтобы немножечко всколыхнуть вас вот это вот конкурсное чувство и поучаствовать в нашем сегодняшнем разговоре, напомню, посвящено все простой теме. В 1881 году в Нижнем Новгороде была проведена первая в России линия телефонной связи. И поэтому мы проводим голосование. Его напомню чуть позже, а пока просто вот для настроения. Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Святый тайн над мозгой. Может, я забыла гордость. Как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос. Долгожданный голос твой. Позвони мне, позвони. Ну вот я просто помню, когда вышел этот фильм «Карнавал», где пела Ирина Муравьева, вот, было такое ощущение, что такой моднячий клип сделали, столько там телефонов, всего, все так было. Ведь и мобильного телефона и рядом-то еще не стояло, что называется. И поэтому, дорогие друзья, сегодня в нашей программе мы проводим голосование, которое посвящено следующей теме. Вы сегодня еще пользуетесь стационарным телефоном, вот тем старым, добрым, советским. 8-800-100-2405 – это телефон для вашего голосования. 8-800-100-2405 – телефон для вашего голосования. Если вы не пользуетесь уже стационарным телефоном, а скорее пользуетесь мобильной связью, то есть вы даже, может быть, отключили свой стационарный телефон или не отключили, но практически им уже не пользуетесь, потому что мобильник всегда под рукой. Тогда ваш телефон для голосования 8-800-100-2406. 8-800-100-2406 – голосование наше продолжается. Ну, а с помощью нашего прямоэфирного, скажем так, телефона… Стационарного. Стационарного, кстати. 8-800-700-5898. Мы хотим, чтобы вы нам рассказали, может быть, историю, как у вас появился стационарный телефон, пользуетесь вы им сегодня или нет. Ну, и, конечно же, наш такой конкурс. Вспоминаем самые любопытные фрагменты из фильмов или слова из песен, которые посвящаются вот этому телефону. Мы тут уже кое-что поспоминали и попытаемся вам это напомнить. Я еще три вспомнила. Кого? Я еще три фильма вспомнила. Ну, прекрасно, ты молодец. У нас сейчас есть кто-то уже на связи. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Лидия Николаевна. Да, Лидия Николаевна, здравствуйте. Вы к нам, я так понимаю, по стационарному телефону дозвонились? Нет, я только мобильным пользуюсь. Да вы что, то есть вы проголосовали у нас вот на второй телефончик, позвонили уже или еще не позвонили? Да, я вообще пользуюсь мобильным телефоном. А как же стационарный любимый наш красный телефон? А любимый стоит вот в уголочке дисковой. Ну, то есть он у вас еще функционирует или вы его отключили? Ключила. А сколько вы платили за него вот до последнего времени, если не секрет? Ой, я не помню уже даже. Ну, 400, 500, 300, 200. Ну, где-то так вот так. Скажите, а как, это же телефон, который вы поставили, или он у вас уже был, когда вы в этой квартире появились? Как у вас вообще история с этим телефоном, с дисковым-то? Ну, он все время был. То есть вы ставили его? Да. Расскажите, как это было? Родители мои, родители. А, это же очень сложный процесс был, чтобы поставить телефон. Да, я помню, там надо было встать в очередь, потом дождаться специального разрешения. Нет, ну мы когда в этот дом въехали, там сразу как-то ставили, у нас кооперативный дом. А, ну тогда, да, вот тогда лежит. Так ты же вы крутые, вы же крутые, понятно. То есть телефончик какого цвета у вас дисковый-то? Серый такой. Серый такой. Не скучаете по нему? Не скучаете по этой связи-то? Нет. Как-то этот родной стал. Хорошо. Удобнее, удобнее стал. Скажите, а у вас что-нибудь связано? Какая-нибудь, может быть, история со стационарным телефоном? Все-таки вот мы сегодня фактически программу ему посвящаем. Может быть, что-то такое, что было связано, какой-то, может быть, звонок важный был, что-нибудь такое? Да, нет, не могу сразу сказать. Может быть, вам в любви признались по телефону? Да, может быть, вам в любви признались по телефону? Было такое, да. Да вы что? Ой, расскажите. Молодой человек признавался. По вот этому вот серенькому телефону? Да. Вот видите, так что храните его, хоть протирайте его, бедного. Под колпак поставьте. Так и делаю. Так и делаю. Ну а теперь наш конкурс, Лидия Николаевна. Давайте вспоминать с вами, какой вот фрагмент вы вспомнили бы, связанный с телефоном стационарным, стационарным, чтобы мы... Из фильма, например, из песни. Да, из фильма или из песни. Ну вот сразу, я даже сразу могу сказать, пожалуйста, вот то, что сейчас был фрагмент песни Ирины Муравьевны. Ну да, это святое, да. А еще, вот помните какой-нибудь на вскидку фильм, где присутствует один из, как бы, действующих героев, это актер и телефон? Да, ведь, смотрите, все советские фильмы, ведь связь, она и есть связь во всех смыслах этого слова. И без телефона в очень многих фильмах не могло ничего произойти, особенно советских. Давайте мы вам сейчас, Лидия Николаевна, напомним один фрагмент. Это же, мне кажется, всем понравится. Я думаю, что вы отгадаете. Так, это сейчас не то. Ты нажимаешь? Это не то. Сейчас, секунду, секунду, я сейчас уберу вот это. А теперь вот это, давай. Давай, попробуем. Итак. Поехали. Там тишина. Взял телефон, трубочку. Звук-то какой. Три. Четыре. Как раз стационарный телефон. Шесть. Это Москва, между прочим, еще шесть номеров. Алло. Ларису Ивановну хочу. А, я сразу вспомнила. Ну как же вот это можно не вспомнить, да? А вот этот звук, и обратите внимание, ведь это Москва, и шестизначный еще номер. Это тоже такая немаловажная деталь. Сразу вспомнила. Вот видите как. Николай, я, между прочим, и Даша, и Николай, я в начале, когда вы только передача началась, вы говорили о том, как встают люди, кому трудно, кому легко просыпаться. Так вот, я, может быть, еще бы и поспала, но даю себе установку для того, чтобы пообщаться пораньше, встать, чтобы пообщаться с Дашей и с Николаем. Вот спасибо вам, Лидия Николаевна. Вот спасибо. Вот, мы будем стараться, чтобы вам было интересно. Ну а сегодня, давайте мы договоримся с вами, что вы подойдете к серенькому телефону, снимете с него трубку, погладите его. Вот. Пусть хоть немножко ему будет приятно. Все-таки фактически, ну если не день рождения, то в какой-то степени все-таки первая линия телефонной связи в Российской империи когда-то появилась. Вот. А вас мы благодарим за участие в нашей программе. Спасибо большое, это был наш талисман, Лидия Николаевна. Ну а мы напоминаем вам, что голосование наше продолжается. Если вы пользуетесь до сих пор стационарным телефоном и довольно активно пользуетесь, то ваш телефон для голосования 8 800 100 ровно 24 05. 8 800 100 ровно 24 05. Если нет, наоборот, вы скорее пользуетесь мобильным телефоном, то для вас телефон очень простой. 8 800 100 ровно 24 06. 8 800 100 ровно 24 06. Причем, что приятно, оба телефона бесплатные абсолютно, можно позвонить с любого средства связи. Ну а что касается конкурсной нашей программы и ваших воспоминаний о стационарном телефоне, который, может быть, сыграл важную веху в вашей судьбе, может быть, даже жизнь как-то изменилась благодаря этому. Тогда дозванивайтесь и рассказывайте нам по телефону 8 800 700 ровно 5 8 9 8 и вспоминайте фрагменты фильмов и песни, связанные со стационарным телефоном. Я хочу заметить, что мне как-то повезло. Я застала всю эволюцию стационарного телефона. Заметьте, я тоже. Да, да, да. Значит, первые телефоны дисковые, вот, с такой тяжелой трубкой. Я очень хорошо помню, там еще такие трубку надо было класть на рожке. Так еще черные такие были. Черные, да. Потом они ушли, потом стали, значит, более такие современные. Они красного, белого, как раз серого цвета были, зеленого, такие, причем ярких, таких насыщенных цветов. А потом появились плоские телефоны, которые, получается, они лежали. Их можно было либо вешать на стену, либо класть на стол. То есть они были плоские достаточно. Потом прошла эра кнопочных телефонов. Также они были на проводе, но кнопочные. Но с появлением... Это круто было. Да, с появлением... Потом пошли переносные телефоны с антенны. Они были очень большие, и это казалось вверх просто крутости, когда кто-то даже в магазин специально с этим телефоном ходил, чтобы показать свой статус. Но это не мобильные. Тяжелые были такие, да. Это не мобильные, да. Это не мобильные, да. Радиотелефон это называлось. Радиотелефон. Радиотелефон. А еще потом появились телефоны с определителем номера. Это... Они были русского производства, и они... Да, такие циферки такие электронные. Да. И они говорили телефон вслух, который тебе звонивший. Кайф полный. И причем таким непонятным голосом каким-то... И, кстати, в это время уже автоответчик появляется потихонечку. Тоже круто. Потихонечку, потихонечку. Маленькая кассетка такая. Вот. Но она была не встроена... Автоответчик не был встроен в телефон. Я помню это очень хорошо. Это была как дополнительная функция. Она подключалась, вот этот агрегат, к самому телефону. И только потом телефоны стали со встроенными автоответчиками. Но это уже они были импортные. Вот. Потом... Ну, а потом появилась первая уже трубочка такая тяжеленная под названием мобильный телефон. А потом как раз вот от автоответчиков был резкий скачок, опять же, на переносные телефоны с антенкой. Но они уменьшились в размере. И антенка у них спряталась. И они стали более... Ну, как сказать, там и как раз был и автоответчик. Все на свете. Был и определитель. Ну, и они плавно стали перетекать в мобильный телефон, который, помнится, мне стоил какие-то тысячи долларов для начала. Вот. И был достаточно душительный. Мобильный телефон еще такой был, да. Вот. Все это было, друзья. Но, как видите, постепенно стационарная связь уходит в прошлое. 6 часов 48 минут в столичном регионе. Очень активно идет наше голосование. Быстренько напомню его тему. И потом перейдем к новостям на некоторое время. Телефон 8800-100-2405 для тех, кто до сих пор с удовольствием пользуется стационарным телефоном. И как-то без него, в общем-то, не представляет себе жизни. Ваш телефон 8800-100-2405. Вы можете как раз с этого телефона сюда и позвонить. Абсолютно бесплатно и анонимно. Нет, вы уже скорее пользуетесь в основном мобильным телефоном. Как-то стационарная связь, обычная наша, стандартная, советская. Вас уже не устраивает. Вы в основном мобильником пользуетесь. Тогда ваш телефон 8800-100-2406. 8800-100-2406. Голосование наше продолжается. А по телефону 8800-700-5898. Мы ждем ваших звонков с воспоминаниями о ваших телефонных историях. Ну и, возможно, вы вспомните какие-то фрагменты из фильмов или из песен, которые так или иначе связаны с телефоном. Мы тут кое-что уже подобрали, так что по ходу нашего сегодняшнего эфира будем вам напоминать. И переходим к некоторым новостям. Я же прям заслушалась тебя. А, ты заслушалась? Ну хорошо. Ну перебивку надо дать, чтобы красиво все было, да. Время не ждет. Начнем сначала со сладенького. Ну-ка. Конфеты Москва появятся в столице ко дню города. А день города, быстро время пролетит. И сентябрь наступит быстро. Значит, рецепты дизайна для фирменных конфет выберут жители столицы. Значит, победители выберут во время онлайн-голосования. Попробовать конфеты можно будет бесплатно на площадках летнего фестиваля цикла «Московские сезоны», который пройдет в столице с 20 июля, то есть через месяц, по 6 августа. Поясняется, что до 20 июня производители, желающие поучаствовать в соревновании, должны оставить свои заявки с контактной информацией, данными о компании. Затем до 19 июля компания должна будет прислать свои варианты рецептов, ну а потом уже будет выбор этих конфет. Ну и определять финалистов будут члены жюри. В состав войдут представители отрасли. И самое главное, денежный приз. Автор лучшего рецепта получит 1 миллион рублей. Я думала, автомобиль. Ну, это фактически автомобиль. Не самый, конечно, может быть лучше, но и не самый плохой. Как ты думаешь, какой должна быть конфета «Москва»? Суфле. Почему суфле? Мне кажется, что обязательно должна быть шоколадная начинка, я не знаю почему. Не шоколадная начинка, а шоколадная обливка, или как это называется, профессионально. А внутри должно быть что-то такое приятное. А желе там должно быть? Может быть, суфле и желе какое-нибудь. Вот, чтобы, знаешь, когда раскусываешь, и такая, когда внутри такое ощущение, когда конфета лопается, и из нее вытекает начинка вкусная. Ты издеваешься сейчас над людьми, которые не едят сладкого сейчас, потому что худеют, да? Ты издеваешься. Да ладно, я не издеваюсь, а у нас же была, по-моему, конфета «Москвичка» она называлась. Ну, бывают разные там сочетания, я уж не помню, какие конфеты бывают. Ну, вот, которая именно, как бы тебе сказать, она шла из поколения в поколение, и уже ее рецептура давно, как я поняла... Карамель «Москвичка» из... это карамель. Карамель, да. Ну, разве можно быть конфетом «Москва» карамелью? Конфета «Москва» должна быть... вау, какая конфета должна быть, понимаешь? Так же, как и торт, думаешь. Я думаю, что это должно быть что-то такое. В общем, у вас есть шанс, друзья мои, получить один миллион рублей. Ну, а мы из Москвы перемещаемся в Солнечногорский район Московской области. Там тоже есть для вас специальная новость. Время не ждет. Как мы и обещали, сегодня, 20 июня, если вы помните, да? Именно с сегодняшнего дня здесь начинается строительство предприятия по производству легковых автомобилей «Мерседес-Бенц». Об этом сообщили в российском представительстве немецкой компании. Но мы неоднократно говорили об этом в эфире. Строительство завода планируется завершить к 2019 году. Очень быстро хотят так построить, судя по всему. Предполагаемая мощность более 20 тысяч машин в год. Планируется, что изначально российское предприятие будет выпускать 4 модели автомобилей немецкой марки. В 2013-2014 годах немецкий концерн вел переговоры о локализации производства на базе Мосавтозила, проекта Сбербанка и правительства Москвы, который так и не был до конца реализован. А вот сейчас, судя по всему, завод «Мерседес-Бенц» появится в России. Это естественно. Чем больше будут автомобили, тем дешевле они будут стоить. И, наконец-то, кто-то может быть воплотить свою мечту, и у него появится вот такой автомобиль. Ну как это? Когда-то были времена, когда слово «Мерседес», а не «Мерседес», как в графе Ментекристо, да? Ну, было нереальным просто. Я тут недавно зашла ради интереса посмотреть старые машины. Сколько сейчас что стоят? Ну-ка. Старые машины, помнишь, было модно одно время и считалось престижным ездить на 600-м «Мерсе». Да. Вот. Я нашла такие машины. И сколько же? Либо они очень дешево стоят, я уж там не помню, там разные ценовые политики. Вот. В зависимости от изношенности. Но есть те люди, видимо, которые коллекционируют их или холят и лелеят такие машины. Там цены вообще как практически сравнимо с внедорожником хорошим. Вот. Видишь как? Вот так вот. Может быть, там он весь внутри, там, не знаю, каждая деталька вынута. Супер-пупер. Там, я не знаю, очищена и опять обратно вставлена. Может быть, он перенабран весь. Но я, когда увидела цену, конечно, я была удивлена. И причем, самое интересное, на такую машину найдутся покупатели. Конечно же, найдутся. И радует то, что с появлением каждого нового автомобильного завода, у нас их уже много. Вот. А я, например, езжу на машинке, которая в Калуге выпущена. Хотя она тоже французская, вроде бы как. Поэтому, чем больше будет заводов, тем больше будет конкуренция, тем дешевле будут стоить автомобили. А как вы понимаете, сейчас, к сожалению, нет такого принципа. Купил автомобиль на всю жизнь. То есть, хотя бы через пять, а некоторые говорят, даже через три года автомобиль, ну, когда у него гарантийный срок заканчивается фактически, надо менять. Так что будем надеяться, что наш Мерседес будет, во-первых, Мерседесом. Во-вторых, он будет чуть дешевле теперь стоить. И у нас будет больше доступности к такому виду автомобиля. Время не ждет. Семь часов и почти пять минут в столичном регионе. Доброе утро всем, кто слушает Радио 1 с вами. Ведущий утреннего шоу «Время не ждет» Дарья Яганова. И, конечно же, Николай Пивненко. Всем рады мы, всем, кто нас слушает. Напомню, что на сайте radio1.news можно тоже слушать наш эфир. Легко, не отходя, что называется, от монитора. И там же вы можете наблюдать за тем, что происходит в студии. Но у нас сегодня программа отчасти посвящена очень простой теме, что ли. Мы вспоминаем стационарный телефон. Дело в том, что в конце 19 века в Нижнем Новгороде появилась первая телефонная линия в Российской империи. И поэтому мы каким-то образом решили вспомнить, что совсем недавно такая вот прямая линия стационарная, это было наше все. А теперь вроде как мы живем с мобильными только телефонами. И посему, давай вот этот еще фрагмент напомним, для того, чтобы разукрасить весь наш эфир сегодня в какой-то степени посвящен истории стационарного телефона. А так много, оказывается, фильмов и даже мультфильмов, которые связаны с этим обычным тогда и таким важным для нас аппаратом под названием «Телефон». Это телевидение, да. Это отдел жизни привидений, да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение. Приезжайте срочно. Я хочу о нем поведать. Вот такая вот замечательная история, фрагмент всего лишь. Ну и... Я, кстати, еще один мультфильм также вспомнил. Вот, видишь, будешь подсказывать. Скажу, да. Друзья мои, так что телефон стационарный настолько глубоко вошел в нашу жизнь, что даже себе представить сейчас, что его вроде как потихонечку и не станет, очень сложно и даже где-то обидно. Но, судя по голосованию, не все так плохо. Напомню, голосование у нас следующее. Вы пользуетесь стационарным телефоном. По-прежнему, как обычно, никуда он от вас не делся. Тогда ваш телефон для голосования 8 800 100 ровно 24 05. 8 800 100 ровно 24 05. Нет, вы скорее пользуетесь чаще мобильным телефоном. А со стационарной связью вы практически уже расстались. Может быть, даже платите за телефон, но практически им, стационарным, не пользуетесь. Тогда ваш телефон для голосования 8 800 100 ровно 24 06. 8 800 100 ровно 24 06. Ну, а если у вас есть какие-то интересные истории, связанные со стационарным телефоном, то вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 700 ровно 5 8 9 8. Или вспомнить какие-либо фильмы и песни, посвященные стационарному, обычному, такому советскому телефону. А ты помнишь, когда дети гуляли во дворе, и кто-нибудь тебе должен был позвонить, и мама кричала в окно, иди по тебе к телефону! И ты бежишь, бежишь. Мы, помню, жили на четвертом этаже. В доме был лифт, но все равно быстрее, понятное дело, было по лестнице подняться. Вот. И я бежала к телефону. Ну, в общем, сейчас вот кому расскажешь, зачем бежать к телефону, если он у тебя всегда с собой. Вот. А тут, конечно, ситуация такая. И я помню, что когда вызывали различные службы, там, скорые и так далее, нужно было обязательно дозвониться. Или же, например, когда кто-то ждал звонка. А, я помню, на первую работу, когда устраивалась, я очень-очень рано стала работать. Вот. И я сидела и ждала звонка, как мне ответили, да или нет. Да, потому что нельзя отходить от телефона. А вот еще один фрагмент, еще одна песенка. Это уже еще одно наше. Одна наше все. Давай, послушаем. Ах, какой кайф. Ах, какой кайф. Сейчас дождемся. Алло, алло. И поет она в телефон. Да, в телефон поет. И-и-и. А, сейчас. Там еще не скоро. Вот. Ну вот такая была песня, такой Николаевско-Кузьминский период Аллы Борисовны. Да, алло, 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 алло. Вот видите, как эти песни приходят в голову, и песни, и фильмы совсем неожиданно. Поэтому напомню вам, что и вы можете поучаствовать в этом своеобразном опросе по телефону 8 800 700 ровно 5 8 9 8. Ну, а пока вы этим занимаетесь, мы еще раз посмотрим на новостную картину последнего времени. Утро. Достаточно высока. Это порядка 4 000 долларов каждый алмазный элемент. Его стоимость варьируется от 10 до 100 тысяч рублей. Так что пока о серийном образце речь не идет. Но факт есть фактом. Самая главная проблема, кстати, тех же самых мобильных телефонов, возможно, скоро будет решена. Потому что батарейки нам нужны будут и для электромобилей, и для мобильных телефонов. А может быть, внимание, страшную вещь скажу, и для нашего сердечка. Кто знает, может быть, это повлияет на продолжительность жизни. Ну, а у нас есть телефонный звонок по телефону 8 800 700 ровно 5 8 9 8. Наверное, раз что у нас сегодня фраза телефон прозвучит. Здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Елена Алексеевна. Елена Алексеевна, откуда будете, Елена Алексеевна? Серпухов. Серпухов. Как у вас там погода? Нормально? Пока нормально. Ну и слава богу. Скажите, пользуетесь стационарным телефоном или в основном мобильным? Я вас звоню со стационарного телефона. Так, то есть вы им пользуетесь постоянно, дозваниваетесь куда-то, то есть общаетесь с людьми, со знакомыми, да? Да. А мобильным телефоном пользуетесь? Тоже пользуюсь. Ну, пока поровну, да, примерно, или все-таки стационарным? Ну, примерно, да. Конечно, по стационарному меньше. Ага. А вы не задумывались о том, что, а зачем уже стационарным пользоваться, когда у вас есть мобильный? Может, бывает, его отключить? Ну, просто по нему можно очень долго разговаривать. А-а-а. То есть вы, скажите, вы болтушка, да? Болтушка? Ну, не совсем, но все равно. Хорошо. Просто, вы знаете, мы какие-то воспоминания молодости с нежностью все время вспоминаем. Дело в том, что я просто хотела рассказать. Ага, давайте. Давайте, давайте. Где-то в 70-е годы телефон, это было, ну, круто или, как сейчас говорят, редкость. И мы жили в общежитии, и мне поставили служебный телефон, а подруга всегда моя давала мой номер телефона. И когда ей звонили, мне единственное, что оставалось сказать, что она находится в ванне, подождите, я ее позвоню, позову. Вот, и вы знаете, мне приходилось пять этажей спуститься вниз, пройти по коридору, подняться еще четыре этажа, и потом вниз так же. И запыханная она прибегала к этому телефону. Кошмар какой. Мы все время встречаемся, всегда вспоминаем вот эти вот все случаи. А вот ведь, вот мы сейчас смеемся, да, сейчас-то проще, конечно, стало, а ведь тогда звонок по телефону мог решить человеческую судьбу. Да, да. И работу, и личную жизнь, услышать там, там, выходи за меня замуж, или женись, или еще чего-нибудь. Ведь так оно и было, правильно? Да, так оно и было, да, все правильно. Вот. Ну что ж, а какие-нибудь фильмы, помните историю какую-нибудь, связанную с телефоном, что-нибудь? А как же, Иван Васильевич меняет профессию. А, Ва, я уезжаю. Так, 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 и что там, что там, ну-ка? Вот давайте мы... Я уезжаю с Якиным. Вот давайте, у нас есть этот фрагмент, вы прямо угадали, мы сейчас его вам запускаем. Давайте послушаем. Алло, Анюта, ты себе не представляешь. Я сейчас улетаю в Гагры с самим Якиным. Алло, Вава, ты сейчас упадешь. Алло, Шуречка, представь себе, Якин влюбился в меня как мальчишка. Сделал мне предложение, и мы сейчас улетаем с ним в свадебные путешествия. Целую. Ну, трогай. Сейчас, 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 еще один момент. О, трогай. Ну что ж, я должен сказать, что вы абсолютно правы, есть такой сюжет. Да, действительно, это так. Ну и что, будете гладить сегодня стационарный телефон? И признаваться им. Конечно. Да. Какого цвета он у вас? Белого. Дисковый или уже... Ну, не белого, а слонового такого цвета, наверное. Дисковый или кнопочный? Ну, теперь уже кнопочный. Ну, так, ну, крутизна уже, все. Да. Спасибо вам огромное, спасибо вам огромное. Время не ждет. Жара убийца угрожает человечеству. О, как звучит. То холод, то жара. Смертельные тепловые волны, подобно той, что поджаривают сейчас Западную Америку, стали хуже, чем предполагалось. Более того, согласно новому исследованию, они участились. Значит, ученые считают, к примеру, что США превратятся в печку. Видимо, кто-то этому будет обрадован. Но, забавно, если можно так выразиться, что жара действительно присутствует. И даже на территории Российской Федерации. Несмотря на то, что в Москве мы радуемся даже первому солнцу, фактически. Амурскую область ждут 5 дней 40-градусной жары. Вот куда нужно ехать купаться. Жаркая погода способна не только спровоцировать возникновение чрезвычайной ситуации, но и доставлять дискомфорт здоровью и самочувствию человека. Жара будет в Амурской области выше 40 градусов в период с 22 по 26 июня. Так что, если вы собираетесь в эти края, будьте осторожны. Вот так вот всегда. Где-то жарко, а где-то холодно. Но о погоде сейчас говорят много. И ты знаешь, может быть, мы на днях проведем голосование на эту тему. Потому что я сегодня слушал, опять же, ночью голосование было. Вернее, не то, что голосование, а разговаривали. Одни ученые считают, что будет глобальное потепление. А другие глобальное похолодание. Да. То есть сам Бог велел провести голосование на эту тему, как считают наши слушатели. Но это будет уже не сегодня. А пока мы переходим к следующей новости, которая меня взволновала. Даш, вот как мы... Ты считаешь себя здоровым человеком? Не думаю, что я здоровый человек. А в возрасте старшеклассницы ты была здоровым человеком? Тогда мне казалось, что да. И я то же самое могу тебе сказать. Но оказывается, что не все так просто с сегодняшними старшеклассниками. НИИ ГИГИЕНной охраны здоровья детей и подростков Национальный научно-практический центр здоровья детей Интересно посмотреть шапку документа этого НИИ. Объявил о результатах обследования старшеклассников в школах Москвы В период с 2005 по 2015 годы. То есть 10 лет. Это серьезно. По результатам исследований выяснилось, что в настоящее время Ситуация со здоровьем учащихся стала хуже. Не было обнаружено ни одного полностью здорового учащегося старших классов. Согласно исследованию, среди первоклассников 4,3% являются полностью здоровыми. Однако с возрастом ситуация меняется. За время обучения распространяется близорукость, язвенная болезнь и сколиоз. Это да. Ну это как бы да. По-моему, так всегда было как-то. В рамках исследований врачи наблюдали 426 детей из 4 школ в разных районах Москвы. Контрольное обследование проводилось в течение 11 лет каждый год, причем в апреле. Видимо, этот месяц считается таким переходным, знаешь? Переломным. Да, переломным. Так, постоянно растет учебная нагрузка. Дети находятся в стрессовой ситуации в связи с подготовкой и сдачей единого госэкзамена, экзамена в 9 классе. Реорганизация учебных учреждений также сказывается на психологическом климате. Все эти психологические факторы привели к увеличению распространенности психосоматических заболеваний у детей. Сообщили в НИИ гигиены и охраны здоровья детей. Дальше не буду продолжать, потому что это будет еще очень долго. Ну а что ты хочешь, если с 9 класса уже прописывают успокоительные детям, это нормально? Я считаю, что нет. Это безумие. Это просто безумие. Причем, смотри, мальчики показали наибольшую частоту нарушений здоровья. А девочки к 11 классу опережают сверстников мальчиков по распространенности болезней. То есть получается, что переходный этап самый сложный, когда мальчик превращается в юношу, а девочка в девушку, самый сложный. Ну и чего будет дальше, как ты считаешь? Что будем с этим делать? Мне кажется, что если к этому серьезно не будут относиться, а к этому пока серьезно не относится вообще никто. И совершенно я понимаю, конечно, что нужно получать знания, нужно получать образование в дальнейшем. Это понятно. Но ими надо успеть воспользоваться. Но не такой ценой. Конечно. И я не думаю, что будет катастрофой, если, например, ученикам сделать поменьше домашнего задания. Я не думаю, что это будет катастрофой. Ну, ты знаешь, это спорный вопрос. Мне кажется, тут какое домашнее задание? Скорее, вот так бы я поставил вопрос. Потому что домашнее задание, на мой взгляд, должно быть обязательно. Другое дело, что оно должно быть интересное. Понимаешь, что ребенок должен быть вовлечен в этот процесс, чтобы он сам хотел его делать, а не, знаешь, как вот из-под палки. А когда ученики младших классов, вот я просто знаю, вот это вот, все вот эти расписания приходят домой, потом делают, ну, там делают небольшой перерыв, там часа 2-3, да, чтобы немножко расслабиться, а потом делают уроки до 11 часов вечера. Ну, это совсем неправильно. И это совершенно ненормально, на мой взгляд. Я считаю, что это... А потом говорят, почему у нас дети так часто болеют, почему нервные срывы, почему там проблемы. И, кстати, желудок-то, собственно говоря, тоже от этого во многом зависит. Вот. И потом удивляются. Мне кажется, что тут нужно, конечно, ну, вряд ли к моему мнению кто прислушается. Но вот видишь, НИИ, гигиены и вот это длинное название бьет тревогу. И, кстати, вчера и президент говорил об этом, о программе для улучшения вот деторождаемости. А, собственно говоря, здоровье молодого поколения, это, собственно говоря, в дальнейшем демографические проблемы. Поэтому, если не будет здоровья, то возникнут эти проблемы. Будем надеяться, что все, кто нужно, это услышал. И, может быть, к этому будут более внимательно относиться. Время не ждет. Семь часов и тридцать три минуты в столичном регионе. Доброе утро. Желает вам дружный коллектив утреннего шоу на Радио 1. Время не ждет. Дарья Иганова. И Николая Пивненко. И мы продолжаем. Наша тема сегодняшняя такая любопытная, на мой взгляд. Просвещена она стационарному телефону. И прежде чем я напомню вам наше голосование, наш вопрос главный, вернее, два главных вопроса, еще одна песня, без которой не может быть воспоминаний о телефоне. Тем более, что, помнишь, был же еще вид связи под названием «Междугородняя». А уж если международная, когда нужно было дозвониться до девушки, она принимает заказ, и потом ты можешь ждать непонятно сколько времени. Москву заказывали? Соединяю. Или же нужно было идти в почтовое отделение. Да, выставить там очередь, в кабиночку зайти. В кабиночку зайти, там заказывать. Три минуты. Раз, три минуты не хватило. Еще, еще три минуты. Вот фрагмент песни, которая фактически этому посвящена. Я думаю, все вы ее, конечно же, прекрасно знаете. Для меня это ночью у меня закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за мишк телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте. Как вас зовут? Дома. 72-я штука. Дыхание садая. Быть может повторить. Я уверен дома. Вот такая тоже песня, которая посвящена нашей сегодняшней теме, стационарному телефону. Напомню, что голосование наше продолжается. И телефон для голосования следующий. Если вы до сих пор пользуетесь стационарным телефоном, то ваш номер для голосования 8 800 100 24 05. 8 800 100 24 05. Ну, а если вы уже практически не пользуетесь стационарным телефоном, а в основном мобильник у вас, что называется, под рукой, тогда ваш телефон для голосования 8 800 100 24 06. 8 800 100 24 06. И что приятно, эти телефоны абсолютно бесплатны как со стационарного, так и с мобильного аппарата. Ну, а ваши телефонные воспоминания, а также принимайте участие в нашем мини-конкурсе, вспоминайте фрагменты из фильмов или из песен, связанные со стационарной телефонной связью, по прямому телефону студии. 8 800 700 05 8 9 8 8 800 700 05 8 9 8. А у нас немножко новостей. Время не ждет. И следующая новость о том, что музей с панорамным видом откроется в Москва-Сити. Ну, как бы там напрашивалось, потому что там высоко аж все, это правильно? На каком этаже, мне интересно? Сейчас посмотрим. Там можно будет увидеть, как росла Москва и менялся ее облик. Откроется этот музей на 56-м этаже небоскреба Империя в этом самом комплексе Москва-Сити. Специальная мобильная конструкция будет перемещаться по рельсам вдоль панорамного окна. И в зависимости от того, в какой точке она остановится, на экране появятся те здания, строительство которых было запланировано в этих районах столицы, говорится в сообщении. В музее будут проходить экскурсии, разработанные совместно со специалистами городского экскурсионного бюро Музея Москвы и Лиги экскурсоводов Москва-Сити. Ну и гостям фактически расскажут, как исторически развивалась Москва. Так что очень все будет интересно, и в музее планируется проводить временные экспозиции. Первой из них станет фотопанорама Москвы 1876 года, снятая с самой высокой точки столицы того времени, храма Христа Спасителя. Ну то есть фактически вы вроде бы как по современной Москве передвигаетесь взглядом, а вам будут предлагать фрагменты. То, что проекция получается. Да, да, то, чего уже, к сожалению, нет, или может быть как-то видоизменилось. Музей начнет работу совсем скоро, с 1 июля, и продажа билетов откроется 29 июня. А ты знаешь, я, наверное, схожу. Только надо тебе понять, куда идти, на какой сайт. Вот, ну я думаю, мы это все найдем. Но там же еще будет озвучено разными актерами. Да, разные актеры, аудиоинсталляция о любимых местах города будет озвучена Василием Муткиным, Геннадием Хазановым, Леонидом Парфеновым, Викторией Толстогановой, Ингеборгой Добкунайт и многими другими известными жителями Москвы. Вот, вот такой любопытный музей, на мой взгляд, откроется в ближайшее время в Москве. Время не ждет. Ну а теперь информация для автолюбителей. Я думаю, надо об этом обязательно сказать. Разворотную стакаду на 25-м километре Ярославского шоссе в подмосковном городском округе Матищи по направлению в Москву перекроет с сегодняшнего дня на трое суток. Часть этой стакады в сторону Московской области находится в черте подмосковного Королева. Она не будет перекрыта, говорится в сообщении пресс-службы администрации Королева. В материале уточняется, что альтернативный разворот на время перекрытия будет организован дальше по шоссе на 26-м километре. Участок, который закроется на реконструкцию, находится на стороне Матищ. Матищ противоположная сторона находится в черте городского округа Королев. Так что будьте внимательны, те, кто в этих краях собирается воспользоваться транспортом. Ну, а мы еще немножечко новостей вам сейчас предложим. Итак, неожиданное такое любопытное сообщение. Только я даже сказал, что сегодня собираюсь, ну, судя по погоде, надеюсь, она не испортится к финалу нашего сегодняшнего утреннего эфира, все-таки вытащить свой велосипед на конец вроде погоды, накачать шины и попробовать тряхнуть стариной во всех смыслах этого слова, как пришло сообщение, что мексиканские велосипедисты устроили массовый заезд галышом. О, ты, надеюсь, не присоединишься к мексиканским велосипедистам? Нет, ну это в Гвадалахару нужно ехать, и там уже это все прошло. Значит, они приняли участие в ежегодной акции «Мировой велозаезд без одежды». Название очень простое. Как бы нам назвать акцию, когда мы голенькими будем на велосипедах кататься? А давайте назовем «Мировой велозаезд без одежды». Ну правильно, чего? Значит, в дресс-коде велосипедистов приветствовалась полная нагота, но это требование не является обязательным. Значит, но это не просто так они решили, а давайте разденемся и покатаемся на велосипедах. Это у них протест такой. «Против агрессивных водителей и загрязнения окружающей среды выхлопными газами». По информации средств массовой информации, так вот, такое забавное словосочетание получилось, акция ежегодно проходит в 70 городах мира. Организаторы и участники заезда стремятся привлечь внимание общественности к уязвимому положению велосипедистов на дороге. В принципе, я не против. И, может быть, было бы все хорошо, но есть одно маленькое «но». Не все тела красиво выглядят. И даже на велосипедах. Да, и даже велосипед их может не скрыть. Поэтому я могу провести другую акцию протеста. В связи с тем, что какие-то странные, не очень симпатичные голые люди ездят на велосипеде, и я протестую против этого. А может, они симпатичные? Нет, если симпатичные, это другое дело. А если не симпатичные? Они же не просто так голиком ездили, они же там... Готовились? Да, готовились. Они велосипеды свои разукрашивали, разными цветами украшали. Да ты ж... с шариками, наверное. Ну, я не знаю, там они, видимо, кто во что гораст. И боди-арт устраивали. То есть, в принципе-то, они, наверное, были голиком, но не совсем голиком. В общем, этот факт от меня ускользнул, но... Но это все очень любопытно, согласись. Мне кажется, такое, может быть, для кого-то грустное, для кого-то забавное зрелище. Не знаю. Почему-то у нас человек склонен, чтобы, если хочет, чтобы на него обратили внимание, обязательно надо раздеться. Но сейчас этим вообще никого не удивишь. Да ладно. Ты знаешь? Ну, в этом что-то еще пока осталось. Да ничего не осталось, потому что уже эра... То есть, ты хочешь сказать, что тебя ничем не удивишь уже? Да, в принципе, это никого не удивишь. Неужели ты не идешь по улице, например, и вдруг твой взгляд не останавливается на мужчине твоей мечты? И ты мысленно раздеваешь его глазами. Нет такого? У меня такого нет. Ну, у вас, женщины, все как-то по-своему. Логика какая-то другая. Все не слава богу, да. Но, я говорю, просто была такая эра, эпоха такая. Конечно. Сейчас скажу. Дет 10, наверное, назад, может быть. У нас. Ну, вообще, в мире. Нет. В мире началось все в 68-м году. Французская сексуальная революция. Нет, нет, это совсем-совсем рано-рано. А у нас в 90-м году. А я имею в виду, когда появились, уже постепенно стал интернет, появляться различные чаты и так далее. Ой, вы меня пугаете далее. Телефоны с первыми мобильными камерами. Ну, пока практически они ничего не снимали, но народ-то этим воодушевился. Ну, что-то показывали, понятно. Так надо уходить нам с этой скользкой темы. Поэтому сейчас настолько обилие информации, что, в принципе, этим никого сейчас не зацепишь. Ну, тем не менее, трудно себе представить в Москве. У нас же тоже велопробеги массовые, ночные теперь у нас есть. И зимой даже у нас есть. Вот. Чтобы у нас в Москве провели вот такой голый велопарад. Мне как-то трудно это представить. Ну, я как-то наоборот. Очень даже легко представляю это, что это возможно. Но после чего-то, может быть, и возможно. Но так вот, чтобы официально, я думаю, вряд ли. Напомню, что голосование наше продолжается. Продолжается сегодня телефонный день. Напомню, в 1881 году в Российской империи была проведена первая в России линия телефонной связи в Нижнем Новгороде. И в связи с этим мы проводим голосование, посвященное, как вы понимаете, стационарному телефону. Есть ощущение, что мы скоро с ним распрощаемся раз и навсегда. Но голосование следующее. Вы пользуетесь стационарным телефоном до сих пор и с удовольствием. Ваш телефон для голосования 8 800 100 24 05. Нет, вы скорее мобильным телефоном пользуетесь, потому что стационарным вам уже не нужен. 8 800 100 24 06. Ваш номер телефона 8 800 100 24 06. Ну, а если вы хотите нам рассказать что-нибудь из истории ваших телефонных историй, скажем так, которые связаны с вашей жизнью, или просто вспомните какие-то фрагменты из фильмов или песен, посвященные стационарному телефону, звоните по прямому телефону в студию. 8 800 700 ровно, 5 8 9 8 800 700 ровно, 5 8 9 8. Время не ждет. 7 часов 48 минут в столичном регионе. Напомню, вы слушаете «Радио 1». Работает наш сайт «Радио 1.ньюз». Там, между прочим, вы можете и слушать нас, и смотреть за тем, что происходит в студии. Ну и не забывайте, что в Инстаграме мы тоже ведем прямую трансляцию. Инстаграм называется очень просто «Радио 1.ньюз». Приходите туда, оставляйте свои комментарии. Ну и еще одно воспоминание, посвященное стационарному телефону. Фрагмент из очень, ну, фильма тоже такого знакового. Давайте послушаем. Ой, какая прелесть. Телефон как... Старый телефон совсем. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Я ей все передам. Слушай, бабка, меня внимательно. Ты меня, Аню, где хочешь, сыщи. Слышь, скажи, мол, человек от Фокса пришел, весточку притаранил. Ага. Не звоните, я тебе боль не могу. Не могу. Значит так-то, сегодня уже поздно. А вот завтра в 4 часа буду ждать ее в Тречниковского проезда возле метрополия. Ну, рост-то я среднего. Да, вот, пальчишки буду черником. Кипченочка серенькая. Чтобы узнала на меня совсем, журнальчик у меня будет огонек в руке. Ну, захочет, узнает, короче говоря. А звонить мне более некогда, потому как я человек приезжий, времени у меня мало. Вот. Все, что ли, поняла-то? Ну, пакеда, бабанька. Пакеда. Вот эта великая фраза, ради этого, собственно говоря, этот фрагмент пакеда бабанька мы сейчас вам и поставили. Фрагмент из фильма «Место встречи изменить нельзя», где, собственно говоря, Владимир Конкин, он же Шарапов, пытается внедриться в банду. Вот, как видите, масса, масса культурного слоя, связанных с телефоном. Я сижу за эфиром, пока у нас есть небольшие паузы, играют песни, я вспоминаю фильмы различные. Практически каждый второй фильм, он связан с телефоном-автоматом. Либо телефонным автоматом, либо телефонным аппаратом. А в этом есть большая разница. Есть большая разница, потому что телефонный аппарат... А помнишь, телефоны еще такие были, их же все разбивали, ну, люди, я имею в виду... Это ты имеешь в виду... Уличные, уличные телефонные будки. Их, не забуду, их делали такими безумно железными, и еще цепь такая висела, ну, в разных городах по-разному, Но иногда цепь состояла из двух звеньев, и чтобы позвонить по телефону, нужно было упираться лицом в сам аппарат, потому что просто трубка не долазила. Вот. Там, возможно, кто-то к нам дозвонился. Напомню, друзья, что наше голосование продолжается. Вы до сих пор с удовольствием пользуетесь стационарным телефоном. Как-то вы без него не можете, и он у вас работает. 8800-100-2405, это телефон для вашего голосования. 8800-100-2405. Нет, вы мобильным телефоном, меньше стационарным. Тогда ваш телефон для голосования 8800-100-2406. 8800-100-2406. А у нас есть очередной звонок по телефону 8800-700-5898. Это уже телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте, Петр меня зовут. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, вы пользуетесь стационарным телефоном или мобильным в основном еще? Ну, и тем и другим по мере необходимости. Или это зависит от обстоятельств. Ну, то есть вы решили не отказываться пока от стационарного телефона, да? Ну, можно сказать так. Понятно. Я просто хотел рассказать такую маленькую историю. Она, можно сказать, как бы стационарного или там этого телефона, касающегося к интернету. Ну, расскажите. Если ее можно рассказать, расскажите в прямом эфире. Ну, я еще не хамил никогда. Я не к тому просто. Да, пожалуйста. В общем, это было давно. Это уже конец 80-х. Я был в Новороссийске. А среди моих родственников, ну, официальных, одна женщина, она всю жизнь проработала на телефонном узле. Так. И она мне говорила, что какой-то существует там набор цифр, что мы можем по междугородке позвонить бесплатно. Но я сейчас не могу даже сказать, какие. Не помню просто. И вот я ездил в Новороссийске, из гостиницы, там висел телефон-автомат. И вот в Шатуру я звонил. Бесплатно? Скажем так. Да, знакомый. Да вы что? То есть получилось у вас все? Да, но дело в том, что я единственный только раз. Второй раз попробовал, уже все не провалит. Видать, там уже меня определили там. По местному зрелищу. КГБ, наверное, засекло. Как-то странно человек воспользовался. Но вот видите, это действительно работа. Я тоже вспоминаю сейчас, что были такие истории. Были такие слухи. Слухи, да. Но кто-то в них верил, кто-то не верил. Вот, все. Вот, я не знаю, это само прервалось. Кстати, тоже хороший сейчас был телефон. Он явно стационарный. Спасибо, неожиданный такой звонок. Петр нам сообщил историю. Напомню о том, что он из далекого Новороссийска дозванивался в Шатуру по междугородней линии. Абсолютно бесплатно ему кто-то дал этот секретный номер. Вернее, секретный способ набора цифр. Ну что ж, голосование наше продолжается, друзья мои. Ждем ваших звонков. Сейчас мы уходим на музыкальную паузу, после чего у нас новости. И далее продолжим. С добрым утром, дорогие друзья. С добрым утром. Проснитесь с нами. Узнайте о главном. Время не ждет. Время не ждет. Это утреннее шоу на Радио 1, которое для вас ведут Дарья Яганова. И Николай Пивненко. Мы продолжаем. Работает наш интернет-сайт radio1.news. Там нас можно слышать и наблюдать за тем, что происходит в студии. Также в интернете мы транслируем наш эфир в Инстаграме, который тоже называется radio1.news. Приходите, смотрите. И можете оставлять свои комментарии. Я их с удовольствием посмотрю, посмотрю, послушаю. И я просто сейчас вот включаю одновременно, чтобы... А то я говорю, и мало ли что, не поверят. Напомню вам, дорогие друзья, что у нас идет с вами голосование. Голосование у нас следующее. Касается стационарной связи. Если вы до сих пор пользуетесь стационарным телефоном, то ваш телефон для голосования 8 800 100 24 05. 8 800 100 24 05. Если же нет, вы скорее пользуетесь уже мобильным, и от стационарной связи вы практически отказались, то ваш телефон для голосования 8 800 100 24 06. 8 800 100 24 06. Ну, а у нас на очереди очередные новости. Мне кажется, что это очень важное сообщение, потому что действительно, особенно возле метро в Москве, на тротуарах, такие белые точки существуют, которые уже ничем, как говорится, не выжжут. Их отскребают, но они появляются вновь. Они появляются вновь. Речь идет о жвачной резинке или попросту жвачке. Жевательной резинке. Жвачная резинка. Да, жевательная резинка, да. Вот. А жвачка, которую народ легко так расстается с ней. Ну, ты же понятно, подходишь к метро, бросил на тротуар и пошел. Потому что даже у некоторых в голове мысль не приходит, что как-то нужно доставить жвачку по назначению в мусорный бак или в мусорную корзину. На московских тротуарах скопились практически тонны жвачек, и это угрожает городским птицам. Второй по популярности мусор во всем мире жвачка, а первый, между прочим, сигаретные окурки. Но мне кажется, что его у нас, правда, чуть меньше стало. Активисты города Сочи вначале провели занятный эксперимент. Подсчитали всю жвачку, выплюнутую на курортный асфальт. Получилось ни много ни мало 17 тонн. Ого. В Москве цифры еще больше. 202 тонны жвачки в год собираются на столичных тротуарах. 202 тонны. По мнению активистов, 5% жвачки выплевываются мимо урны. Этот мусор не только создает неудобства людям, но и чрезвычайно опасен для птиц. Директор ветеринарной клиники Владимир Романов рассказал Радио 1, что если птица съест жвачку, то могут быть серьезные последствия заболевания. Он также посоветовал людям, которые хотят накормить уличных птиц, используя для этого кормушки. Ну, если сидят, то, в принципе, да. Таары, может быть. Ни у кого нет иммунитета. Почти вредить, да, именно нежелательно здесь. Мы обычно кормушки используем. Причем по виду, там, смотрите, какой вид, под тот вид и делается кормушка. Если утоп, то, грубо говоря, это около воды. Если у них в родине, то кормушки. В свою очередь, орнитолог Вадим Авданин рассказал, что птицы думают, что едят. Но некоторые отличаются повышенной поисковой активностью и пробуют разную новую еду, поэтому вполне могут и съесть. Но паниковать не стоит. Ведь пищеварительная система птиц устроена таким образом, что несъедобные объекты тут же выходят, что называется, без всяких проблем. Ну, птицы вообще думают, что едят. Есть такое понятие, пищевой стереотип. Вот птица либо что-то принимает за пищевой объект, либо нет. Есть другой момент, что некоторые птицы отличаются от повышенной, как это сказать, поисковой активности. Они пробуют. Например, теница, которая никогда не видела сало, но если вот в кормушку повесили кусочек сала, они попробуют. Желательная резинка, потом не забывайте, она же становится очень твердой, когда полежит на воздухе. То есть ее даже не клюнешь, ее можно поглотить только целиком. А зачем это глотать? Ну, это может сделать, предположим, ворона. Но опять-таки у птиц так устроена пищеварительная система, что несъедобные объекты у них проходят насквозь. Без всяких проблем. Ну, а если говорить о людях, то, наверное, вот человек, который жует жвачку, я тоже к таким отношусь. Ну, иногда как бы нужно это делать. Но мне всегда, знаешь, как-то даже неприятно, как ее можно выбросить. Вот так вот. Я даже, бывает, ты знаешь, не попаду, если даже беру себя в руки, дотягиваю до этого объекта, поднимаю ее и опять выбрасываю. Почему? Я могу объяснить. Потому что если ты этого не сделаешь, то рано или поздно ты в новой красивой обуви, как какой-нибудь там замшевой, например, обязательно наступишь на эту самую жвачку, и поэтому вместо тебя может быть кто-то другой. Или наоборот. Ну, у меня все очень просто. Мне очень хочется пару жвачек, но мне их нельзя. Их никому, кстати, нельзя. По большому счету-то. Если все же, когда еще в стародавние времена я жвачку жевала, то даже если не было урны, я складывала в фантик и в карман. Но периодически забывала о ней. Она у меня там вся таяла, и потом ее было очень сложно вынуть. Но все же, не знаю, мне кажется, лучше так, нежели чем мимо урны кидать. Хотя тут насильным мил не будешь. Каждому свое. Напомню вам, что мы говорили сейчас о жевательных резинках, которые народ легко так разбрасывает по улицам. И в Москве подсчитали, что за один год 202 тонны этого вот странного материала. Подумайте об этом, потому что рано или поздно вы найдете свою, вернее, чужую выброшенную жвачку. И мне кажется, что за все нужно платить. Это значит, что вы где-то тоже ее выбросили мимо урны. Давайте признаемся в этом честно. И постараемся, как раньше говорили, сделать наш город чище. Попробуем, по крайней мере. Время не ждет. Более 8,5 тысяч человек напишут ЕГЭ по географии и информатике сегодня в так называемый резервный срок. Это тот, кто не успел, что ли? Да. Ну, заболел человек или не получилось. Ну, по причинам, понятно. В этот день проходят экзамены по географии, информатике и ИКТ. Ну, информатика и ИКТ – это вместе, как мы уже выяснили. Так вот до сих пор, кстати, никто из нас не знает про шифровки правильно этих трех букв. Ну, пусть идет и идет. Значит, заявление на участие в ЕГЭ в резервный срок было подано почти 6 тысячами человек. Из них чуть более тысячи выпускники текущего года. Для проведения ЕГЭ по этому предмету будет задействовано около 500 пунктов проведения экзаменов во всех регионах России и за рубежом. Ход экзаменов будет контролировать более тысячи общественных наблюдателей, около тысячи онлайн-наблюдателей, а также сотрудников Рособорнадзора. Тут недавно был очередной скандал, где-то там у преподавателя телефон обнаружили и его уволили. Вот так вот. Во всех экзаменационных пунктах будут вестись видеонаблюдения в онлайн-режиме. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 4 июля. Сдать экзамены в резервный срок, вот отвечая на твой вопрос, могут выпускники прошлых лет, ну, которые не сдали по каким-то причинам. Ну, понятно. А также выпускники текущего года, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов, русскому языку и математике, либо пропустившие экзамен по уважительной причине. Ну, и как мы всегда говорим в таких случаях, пожелаем вам удачи, ребята. Попробуйте еще раз. На то он и резервный срок, чтобы им воспользоваться и вернуться в лоно отличников. Время не ждет. Восемь часов девятнадцать минут в столичном регионе. Мы по-прежнему с вами. Это утреннее шоу «Время не ждет». И напомню, дорогие друзья, что мы с вами сегодня обсуждаем тему стационарного телефона. Если у вас есть какие-то приятные воспоминания, связанные с ним, может быть, какой-то был важный звонок в вашей жизни, то звоните к нам в студию по телефону 8 800 700 ровно 5 8 9 8. 8 800 700 ровно 5 8 9 8. Ну, а тем временем мы с вами отправляемся в путешествие по истории дня 20 июня. Время не ждет. Итак, еще раз напомню, да, что 20 июня в 1881 году в Нижнем Новгороде была проведена первая в России линия телефонной связи, в связи с чем мы проводим голосование. Есть еще сегодня несколько дней. Ну, во-первых, официальных, скажем так, дней. 20 июня – Всемирный день беженцев. Как вы понимаете, сейчас эта проблема, к сожалению, стала всемирной. И очень хочется, чтобы их вообще не стало. Ну, и, конечно, чтобы никто из вас не попал в эту категорию. День специалиста минно-торпедной службы военно-морского флота Российской Федерации сегодня. Есть и такой праздник, да. Сегодня также Всемирный день защиты слонов в зоопарках. Видимо, не случайно вчера слоненок родился. Видимо, не случайно. Не вчера он родился, он родился пораньше, но почему-то вчера о нем решили рассказывать. Но день защиты слонов, я понимаю, когда в естественных условиях, но в зоопарках это от чего? От жестокого отношения? Ну, кто вот так вот, как называется, как написано, так и прочитал. Так получил, так и получил. Да. О событиях этого дня. 1867 год президент Эндрю Джонсон объявил о покупке Аляски. Это знаменитая история, которая обросла мифами и непонятно. Одни говорят, что я-яй, надо Аляску возвращать, что вроде бы уже сроки все вышли. Другие говорят, что... В общем, очень все как-то покрыто мраком и тайной. В 1937 году восхищенная Америка встречает советских героев-летчиков. Валерий Чкалов, Александр Беляков, Георгий Байдуков, стартовав из Москвы, совершили беспосадочный перелет в американский Ванкувер через Северный полюс. Невероятно, но полет тогда продолжался. 63 часа 16 минут, и за это время было преодолено расстояние в 8,5 тысяч километров. Это нереально для того времени. Возвращение летчика в Москву вызвало бурное ликование. Это был великий праздник, сопоставимый разве что со встречей Юрия Гагарина после его возвращения из космоса. В 1945 году в этот день в Москву из Берлина было доставлено Знамя Победы. А было доставлено оно для того, чтобы принять участие в параде Победы, которая состоится через несколько дней в 1945 году. В 2004 в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади состоялся грандиозный концерт экс-битла Пола Маккартни. Мало уже кто помнит, но концерт такой действительно был. Чтобы оценить дар знаменитого музыканта, российским фанатам надо отметить, что этот концерт был юбилейным в карьере сэра Пола, трехтысячным по счету. И, кстати, Маккартни отказался от гонорара за концерт, а это около трех миллионов долларов. Однако организаторы ТОРа, официальные лица приглашающей страны не распространились о том, в чью пользу было сделано это пожертвование, между прочим. В 1927 году родился наш великий мультипликатор Вячеслав Котеночкин, режиссер и художник-мультипликатор, прославившийся после первой же серии «Ну, погоди». Ну, и также у него было очень много мультфильмов, практически большая часть мультфильмов. Ну, он вместе с Китруком работал, да. Да, да, да. Вот. 1932 год. В этот мир приходит поэт, переводчик Роберт Рождественский. И, кстати, телеведущий. Он вел передачу под названием «Документальный экран». Вот это же наши современники, и тогда мы как-то не очень, может быть, к ним относились с пиететом. Ну, кто-то любил, конечно, больше, кто-то меньше. Но сейчас, понимаешь, читая строки Рождественского, спустя многие годы, что большой поэт. 1934 год. Юрий Висбор родился. Еще один представитель. Еще один представитель. Да, так называемой авторской песни. Кстати, замечательный актер. Жаль, что так мало жизнь дала возможность ему просуществовать и в реальном мире, и в кином мире. Но, на мой взгляд, и актер, и замечательный тоже автор-исполнитель. В 1937 году, а это значит, что 80 лет, сегодня отмечает Николай Дроздов. Советский, российский ученый-зоолог, профессор, телевизионный ведущий. Мы искренне поздравляем этого замечательного человека, которого, по-моему, улыбка никогда не сходила с лица. И желаем ему здоровья. В 1949 году в штате Алабама появился на свет Леонел Ричи, знаменитый соул-исполнитель, композитор, автор песен и пятикратный обладатель премии «Грэми», между прочим. Да, да, да. В 1982 год. В этот мир приходят Алексей Василий Березуцкий. Российские футболисты, заслуженные мастера спорта, которые, судя по всему, уже не будут принимать участие. А пока, по крайней мере, в играх сборной России. Сейчас у нас, как слышите, музыкальная пауза начинается. Затем у нас будет выпуск новостей, а потом продолжим. Утро. Это когда время не ждет. Восемь часов и тридцать четыре минуты в столичном регионе. Доброго утра желают всем ведущие утреннего шоу «Радио 1» Дарья Яганова. Я Николай Пивненко. Мы всех приветствуем. И мы продолжаем нашу работу в прямом эфире. Напомню, что сегодня у нас любопытная тема. Мы пытаемся понять, вы уже отказались от стационарного телефона и полностью перешли на мобильный или нет. Судя по последней информации, у нас тут голосование довольно-таки бурное. И вопрос звучит так. Вы до сих пор пользуетесь стационарным телефоном? Вы, так скажем, постоянно с ним? 8 800 100 24 05. 8 800 100 ровно 24 05. Это телефон для ваших голосов. Нет, вы не пользуетесь стационарным телефоном практически вообще. В основном мобильник. Мобильник – это 99% вашего телефонного, скажем так, трафика в день. Тогда ваш телефон для голосования 8 800 100 ровно 24 06. 8 800 100 ровно 24 06. Напомню, что голосование это у нас продлится до 10 часов утра. Ну, а также мы ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. 8 800 700 ровно 5 8 9 8. 8 800 700 ровно 5 8 9 8. Для того, чтобы вы нам рассказали какие-нибудь интересные телефонные истории, которые связаны с вашим стационарным аппаратом. Потому что, как выяснилось, много интересного можно узнать, если вспомнить. Дозванивайтесь, пожалуйста. Время у вас для этого еще есть. Ну, а мы отправляемся в дальнейшее путешествие по информационному пространству «Радио-1». Участок третьего пересадочного контура московского метро от станции Рубцовская до авиамоторной планируется построить в 2018 году. А, между прочим, 2018 год – это уже следующий год. Да. Значит, об этом заявил журналистом мэр Собянин. И сообщение – это портал городского стройкомплекса. Этот участок крайне необходим, поскольку к нему будет примыкать новая Кожуховская линия метро. По словам мэра, проходка перегонных тоннелей между станциями Рубцовска-Лефортова выполнена сейчас на 95% и завершится через несколько дней. Также Собянин напомнил, что северо-восточный участок второго кольца метро длиной 12 км от Нижней Масловки до авиамоторной пройдет через районы Марина-Роща, Сокольники, Басманной, Соколиная гора и Лефортово. Стройка ведется в два этапа. Сначала планируется запустить участок 3,7 км от Рубцовской до авиамоторной. Это позволит присоединить ко второму кольцу строящуюся Кожуховскую линию, как я уже сказал. В общем-то, любопытно, но это довольно-таки серьезная линия, на мой взгляд. Посмотрим, насколько это получится. Серьезное заявление. Да, и серьезное заявление. Но время покажет, совсем немного остается. 2018 год наступит, кстати, через полгода. А мне кажется, что все-таки это примерные сроки, потому что... Ну, слово «планируется». Планируется. Мало ли чего там... И заметьте, например, некоторые станции метро говорили, что откроются, например, два года назад, открылись только сейчас. Вот, поэтому, конечно, это все плюс-минус. Не надо думать так, что вот сказали, в 2018-м откроются, значит, в 2018-м. Там везде бывают свои изменения. Ага. Ну, и еще одна такая транспортная информация. Около 250 трамвайных и автобусных маршрутов в Москве будут переведены на так называемое тактовое расписание. То есть транспорт приходит на остановку через равные промежутки времени. Все это должно произойти в ближайшие два года. Вот, то есть ты знаешь, что у тебя приходит там в 5 минут, в 10, в 15 и так далее. Вот. Об этом сообщил директор, генеральный директор ГУП Мосгортранс Евгений Михайлов. Значит, в первую очередь нужно за счет обособления трамвайных путей максимально сократить точки конфликта, где трамваи могут быть задержаны транспортом. Ну, что понятно. Тогда рухнет вся система. Без этого переход на тактовое расписание невозможен. Также необходимо синхронизировать работу трамвая и светофоров, что тоже очень важно. У нас есть такие светофоры, такие светофоры, что страшно просто. Ну, как вот светофор 5 секунд может гореть? Для меня вообще непонятно. Вот у нас здесь есть светофор замечательный. Он горит, по-моему, 10 секунд. И для того, чтобы повернуть налево, значит, если там одна или две машины пытаются повернуть налево, то фактически третья машина, которая начинает движение в течение этих 10 секунд, она поворачивает этот светофор, когда давно уже горит красный. Потому что 10 секунд уже прошли, эти три машины не могут проехать, потому что там сплошной поток идет. Ну, то есть никто не продумал совершенно эту ситуацию. Но вернемся к трамваям. Значит, для перехода автобусных маршрутов на тактовое расписание необходимо обеспечить достаточное количество выделенных полос и дорожное регулирование. Вот я тоже с этим сталкивался, потому что есть места, например, в районе поворота, ну, одно из самых таких знаменитых, с Большой Якиманки, поворот вот к мосту туда. Там вроде все хорошо, все едет, 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 а потом бах, все начинают поворачивать, и все, и на этом все стоит, весь транспорт. И получается, что все троллейбусы, которые должны потом на разворот идти, они все в этом горлышке в тупике. И дальше разворот, вот где театр эстрады, этот большой дом серый. Ну, я примерно представляю. Да, там разворот за мостом, там тоже поворот, там жутко всегда скопление автомобилей, и все, и все эти троллейбусы стоят. То есть полностью график нарушается. Если же эту проблему удастся решить, то тогда, я думаю, количество пассажиров в транспорте прибавится. Я вот поймал себя на мысли, что я в бассейне, например, на машине уже не езжу. И ты знаешь, я не хочу никого хвалить, потому что все-таки на автомобиле всегда удобнее, всегда лучше, но зато больше ходить пешком стал. Я не знаю. Ну, вот видишь, какой большой плюс. Хоть в чем-то должен быть плюс. Хотя в машине и на машине удобнее еще раз. Особенно в плохую погоду. Особенно в плохую погоду, а она, судя по всему, бывает до сих пор. Идем дальше. Вот люблю я космические новости всякие. Они, знаете, из области того, что на самом деле они вечные. А мне кажется, что половина новостей, вот у меня такое впечатление... Придумано? Придумано. Потому что все равно никто не будет, кроме как астрономов и людей, связанных с этой специальностью, проверять планету номер 459-26. Да, 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 в периоде. Да, да, да. И понятное дело, что... Но, с другой стороны, так приятно, кажется, что где-то нас ждут кто-то такие же, как мы, представляешь? Может быть, что-то зеркальное есть, такие же, как мы с тобой сейчас сидят в эфире где-нибудь на планете. Не знаю, мне кажется, это маловероятно. Лично, но это мое мнение. Вот видишь, где твой романтизм, я не могу понять. Нет у меня романтизма. Дай нам романтизм. Нет романтизма. А я романтищен в этом плане. Я считаю, что я верю, что что-то существует. Ну, по крайней мере, чаще верю, чем не верю. В зависимости от настроения. Ну, чтобы в чего-то верить. Кто-то верит в себя, кто-то верит... Нет, в себя-то мы с тобой обязаны верить. Нет, это понятное дело. Ну, давай вот... Ну, давай, не удаляться. Космос, да. Возвращаем. Не удаляться в космос. В данном случае как раз удаляться. Орбитальный телескоп Кеплер, и есть такой, это настоящее, обнаружил 10 ранее неизвестных потенциальных сестер Земли, планеты Земля, в созвездиях Лебедя и Лиры и около двух сотен других экзопланет. А в этом сообщили ученые НАСА в одноименном исследовательском центре. Ближайшим аналогом Земли может быть пока неподтвержденная планета, как мы и говорили, KY7711, найденная в ходе подготовки полного каталога данных, о которых Кеплер собирал в первые четыре года своей работы. Эта планета вращается вокруг звезды, похожей на Солнце, по своим размерам и температуре, и находится в центре так называемой зоны жизни. С другой стороны, пока непонятно, есть ли у нее атмосфера и способна ли она поддерживать эту жизнь. Понимаешь, вот в чем вопрос. Что называть жизнью-то? Мы-то жизнью называем то, что мы называем жизнь. Вот как по-другому назвать слово жизнь? Дайте нам синоним. Ну, я не знаю. Существование? Нет. Бытие? Бытие тут не подходит. Смотря, ну, например, былинка какая-нибудь или там, я не знаю, микроорганизм какой-то, он же присутствует, к примеру, это уже считается, что есть жизнь. Наличие. Наличие, да, жизни. Но понятное дело, что у него среда обитания совершенно иная, нежели чем наша. Ну, это понятно. Но, может быть... Кстати, среда обитания. Да. Не знаю. Но, может быть, жизнь, она имеет еще и другие варианты. Может быть, на той же Венере такая житуха идет, только по их пониманию. Да, конечно. По их понятиям. Или на том же Марсе. Потому что мы для них абсолютно мертвы, может быть. Вот здорово. А мы, например... То есть нас нет, нас нет для нас тоже. Поэтому тут все очень, да... Ну, это философский вопрос, о нем можно говорить. Вот уж действительно все относительно. Все-все-все. Восемь часов сорок четыре минуты в столичном регионе. Напомню, что сегодня вторник, 20 июня. И судя по погоде на нашей планете, в нашей зоне жизни, пока погода стоит более-менее неплохая. И есть шансы, что сегодня воздух прогреется даже... Ну, написано, да, плюс 23. Мне кажется, что на солнце будет гораздо больше. То есть можно походить в шортах и в футболке. Ты знаешь, такой эксперимент я провел, когда на футбол ходил. И очень даже хорошо. Завтра, кстати, пойду. Ой. Опять на футбол? Завтра Россия, Португалия. Ты что? Завтра я принесу тебе фотографию живого Криштиану. Да ты что? Конычная. Да. Ну, я имею в виду с поля. Вряд ли меня познакомят с ним лично. А может, так будет очередь к нему фотографироваться? Не, не будет. А знаешь, как бывает? Вырезаны из картона. Да. Вполне возможно, что можно только так будет сфотографироваться. Ну, посмотрим, где, во-первых, будут находиться мои места. Вот, потому что билеты все расходят. Единственный матч, по-моему, сейчас на Кубке Конфедерации, где раскуплены все билеты. Кстати, о Кубке мы поговорим чуть позже. После девяти утра придут мои студенты, которые нам все расскажут. У них сейчас это в обязанность такая. Дневник нашего Кубка Конфедерации. Там много всего интересного, необычного. Тем более, что говорят, что это последний Кубок Конфедерации. То есть мы так финализируем, наверное, эту историю. Ну, футбол футболом, планета планетой, жизнь жизнью, настроение настроением. А настроение нам иногда создает не только наше видение с Дашей, но и хорошая песня за жизнь. Время не ждет. Восемь часов сорок восемь минут в столичном регионе. Продолжается утреннее шоу «Время не ждет». И напомню вам, что с вами Дарья Яганова, Николай Пивненко. Мы сегодня проводим, на мой взгляд, очень интересное голосование. Оно касается того, что стационарный телефон, по крайней мере, многие мои друзья, не знаю, как твои, вообще им не пользуются. У меня уже практически все не пользуются. Кроме тех, кто живет большим семейством. Бабушки, дедушки, папа, мама. Их очень сложно переубедить. Хотя они уже все ходят с сотовыми телефонами. Но почему-то они считают, что стационарный телефон должен быть. После того, как моя мама освоила Facebook, да, сейчас... Молодец. Да, и Viber, все дела, это очень удобно. И мне кажется, что, ты знаешь, вот это мнение, что взрослые люди, пожилые, скажем так, им тяжело даются новые технологии, оно не совсем верное. Конечно. А если человеку дать правильное направление и сказать, это очень даже хорошо, не кроссворды же все время разгадывать, правильно, как многие делают. А так вот она, я обратил внимание, посидела, посмотрела, то, сё, третий, десятый, уже у нее интерес появляется к чему-то такому, что, может быть, раньше не происходило бы. Телевизор, да, стационарный телефон, да и все. Очень сложно рассказать, что это действительно нужно. Это да. Потому что у многих что-то новое вызывает такую антипатию, отторжение. Что бы ни случилось, нет, этого я не хочу. Слушай, а какая же у нас будет антипатия, когда мы будем старыми? Я думаю, у нас не будет антипатии, потому что мы уже практически вот эти всякие различные новинки, ну, к каждому времени своя, конечно же, они постепенно в нашу жизнь входили. То есть не было такого, чтобы у нас было прям резко. Сначала не было ничего, а потом резко произошло. То есть ты считаешь, что мы более подготовлены ко всяким неожиданным нововведениям? Да, я думаю, что да. И вряд ли мы будем что-то отторгать и говорить, что это не нужно. Ну, дай бог, по крайней мере, это было бы очень удобно. Но, на мой взгляд, быстрее всего ко всему новому привыкают детишки сейчас просто фантастические. Иногда смотришь... Да, и Павел, с этим знанием уже рождаются. Да, у него еще пальчики не совсем так разгибаются, а он уже шурует по этим всем гаджетам. Так вот, возвращаясь к теме нашего голосования, оно очень простое. Речь идет о стационарном телефоне. У нас вопрос к нашим слушателям. Вы до сих пор пользуетесь стационарным телефоном? Он как бы ваш основной телефонный аппарат. Тогда ваш телефон для голосования 8800 100, ровно 24 05. 8800 100, ровно 24 05. Нет, вы чаще пользуетесь мобильным телефоном. Стационарный как-то вас уже не устраивает, вы при него забыли и даже, может быть, отказались от него. То есть, в основном, мобильник. Ваш телефон для голосования 8800 4 06. 8800 100, ровно 24 06. Ну, а мы идем дальше. У нас есть еще кое-какая информация. Время не ждет. Срочное сообщение. Теплоход, на борту которого находится 139 пассажиров, сел на мель в Карелии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах республики. В акватории реки Нижний Вык, это Беломорканал, сел на мель теплоход. Так заявил источник. По его словам, в настоящий момент угрозы задопления судна нет. Что важно. К 10 утра по московскому времени на место ЧП ожидается прибытие буксира, который переправит пассажиров на берег и снимет судно, которое село на мель. Важно, что, слава богу, не произошло ничего более страшного, потому что мы же в нашей истории знаем, что у нас происходит с судами. Интересно только вот этот теплоход, сколько ему лет. Почему он сел на мель? Это проблема капитана, потому что, как бы, когда мель, ну, на мой взгляд, это самое неприятное, что может быть для капитана судно. Потому что есть, наверное, штурман, наверное, как-то прописаны все эти пути. Вот. Ну, следствие наверняка будет, следствие все выяснит. Но будем надеяться, что 139 пассажиров, с ними будет все нормально. Хотя, если это все-таки далеко происходит от... Ну, они вынуждены оставаться на теплоходе. Будем надеяться, что со здоровьем у них все будет хорошо. Да, Даша? Ну, мы тоже, конечно, в это будем верить, но я помню, что во времена моего детства мы также ехали по реке Волги, славной реке Волги, и наш пароход тоже сел на мель, или теплоход, подожди, пароход, да. Вот. И хочу заметить, как-то это, в принципе, восприняли все как должное, ну, такое бывает, вот, и постепенно пересели просто сначала на лодке, а потом уже нас на берег высидели и подогнали в другое судно. Вот. Но там очень активно работал и водные службы различные, также, как это называется-то, спасательная служба. Ну, я понял, да, тебе, то есть, в принципе, все решили довольно быстро. Ничего такого, тем более там не было никаких ни протечек, ни ударов, просто потихонечку остановилось все это дело, приехали сотрудники, пересадили нас на катерки, на такие, доставили до ближайшего населенного пункта, ну, мы там подождали и обратно пересели, и дальше поехали. Это все. Ну, что же. Хорошо бы так было бы... Со всеми, да, и чтобы не происходило еще, потому что вода, это по-прежнему один из самых опасных способов передвижения пассажиров. С добрым утром, дорогие друзья. С добрым утром. Проснитесь с нами. Узнайте о главном. Время не ждет. Время не ждет. Утро. Это когда... Время не ждет. Девять часов и пять минут в столичном регионе, даже уже девять пять с половиной. С вами вместе Дарья Яганова. Всех приветствуем, Николай Пивненко. Да, кстати, слушай, незаметно начинается уже последний финальный час нашего сегодняшнего утреннего эфира, солнечного, такого ясного, в основном посвященного стационарному телефону. Напомню, что голосование у нас продолжается. Вы до сих пор еще пользуетесь стационарной связью. То есть у вас есть еще телефон, а может быть даже дисковый, вообще супер. Тогда вы дозваниваетесь... Ретро, да. Вы дозваниваетесь по телефону 8 800 100 ровно 24 05. 8 800 100 ровно 24 05. Ну, а если напротив у вас уже давно работает только исключительно мобильная связь, то вы дозваниваетесь к нам по телефону 8 800 100 ровно 24 06. 8 800 100 ровно 24 06. Голосование наше продолжается. Ну, и сейчас, как вы понимаете, у нас в стране продолжается очень важное, на мой взгляд, событие. Такая генеральная репетиция чемпионата мира 2018 года. Пока все проходит хорошо. Речь идет, естественно, о Кубке Конфедерации. Вот у меня есть последняя информация, что по мнению Инфантино, а это самый главный человек на сегодняшний день в футболе, можно так сказать, он сообщает, что превосходная организация Кубка Конфедерации в России. Так ли это... Да, он доволен, да. Он человек лысый, как и я, поэтому он доволен. А лысые всегда довольны? Да, конечно. Это самые счастливые люди. Ну, и я хочу представить студию двух людей, которые нам сейчас расскажут все, что происходит на Кубке Конфедерации. Такой небольшой дневник в прямом эфире. Это Артем Фигуров и Арман Макарчан, которые у нас отвечают сейчас за этот маленький такой футбольный блог в нашей программе. И футбольный блог, как хотите. Это студенты Московского педагогического госуниверситета. И они нам сейчас все расскажут. Вы согласны с мнением Инфантино, Артем? Ну, да. Поздоровайтесь со слушателями сначала. Доброе утро. И вы, Арман. Доброе утро. Да. Я думаю, да, достаточно все качественно организовано. К счастью для нас. Ведь были некие опасения. Какие опасения? Особенно, что касается Зенит-арены, что будет слишком плохое поле, что будут какие-то проблемы на самих трибунах. Ну, вроде бы все прошло, слава богу, хорошо. Я 2 июля обещаю вам привезти кусочек травки оттуда. Зенит-арена. Он много что обещает. Я так понимаю, что вы снова отправляетесь на футбол? На финале буду. Во-первых, завтра у нас самый главный матч. Нужно сфотографировать хотя бы издалека Криштиану. Но я пообещал Даше обязательно фото. Но Николай, если он, конечно, будет играть. Ведь вчера была информация, что он отсутствует в общей группе и, возможно, с Россией не сыграет. А так хотелось его увидеть. Ну, по крайней мере, он будет сидеть где-нибудь на лавочке. Я даже уже знаю, где он может сидеть. Да, конечно, и семки лузгать. Да даже если его не будет через год. Кто там будет помнить-то? Только статисты и статистики. Главное, что он в России был, да? Да, это главное. Ну что ж, а как Арман считает, инфантино прав? Действительно все хорошо у нас? Или есть проблемы? Инфантино, я думаю, что прав. Глобальных таких вот проблем нет. Но все-таки на зенитарине, как уже Артем высказался, есть небольшие помарки. Там сломанные лифты где-то еще не работают. Сломанные двери, мусор. Еще есть небольшие помарки, но это все исправимо. Глобальных нет, как я сказал. И по мнению тех, кто находился во всех четырех городах и журналистов, они высказываются, что именно в Казани и погода благоволела и футболистам-болельщикам, и лучшая инфраструктура, и люди доброжелательные, гостеприимные. Там пока лучший прием болельщиков-футболистов. Лучший город Кубка Конфедерации. Ну, а я скажу, что в Москве тоже все было хорошо, только опять же меня удивило, что для того, чтобы дойти до стадиона, который, выходя из метро, совсем близко, нужно было пройти такой сумасшедший круг. Но это мы обсуждали, что такое видение безопасности сделано. Да, наверное, это сделано для того, чтобы мы все как-то попали на него более-менее. И тоже очень быстро, под билетом все очень быстро ты проходишь. И что самое приятное, находясь там, приятные люди дают тебе билеты на лучшие места. Потому что всего лишь 33 тысячи официально. Но мне кажется, что было гораздо меньше. А если учесть, что только у меня было, получается, два уже билета, то есть я прошел за двух, получается, таким образом. Ну, я все законно делал, но была информация о том, что бесплатно даже и в Казани, по-моему, распространяли билеты. Да, это от FIFA бюджетные билеты малоимущим семьям и инвалидам. И не только заполнить арену, просто давали бесплатные билеты. Или лучшие места, чтобы заполнить телевизионную картинку. Но это, наверное, не случай страны характеризует вообще нашу структуру, так как, наверное, чтобы просто заполнить, мы готовы идти даже на такие жертвы. Но вы понимаете, Артем, что для телевизионной картинки нужно, чтобы было все хорошо. Это даже скорее не наша структура, это скорее FIFA делает. А каким еще способом привлекать людей? Только с разрешения FIFA это может быть. Никто так просто билеты вам не отдаст. Ну ладно, давайте все-таки поговорим немножко о футболе. Вот на сегодняшний день, на 20 июня, какова у нас ситуация? Мы на первом месте. Да, мы на первом месте. И прежде всего... В нашей группе. В нашей группе. Прежде всего из-за матча Португалия-Мексика, который прошел 18 июня. Два неожиданных матча, да, на мой взгляд. Португалия-Мексика и второй матч вчерашний-то... Германия-Австралия. А почему? Потому что там должно было быть 3-3 просто. Рассчитывал, я начал болеть против Германии. Боже мой. Ну хорошо, рассказывайте про нашу команду. Про нашу? Да. Про Россию-Новой Зеландии. Итак, Россия победила 2-0. Я думаю, на классе, если можно так сказать, про нашу сборную, которая победила. Новая Зеландия находится недалеко от нас в рейтинговой FIFA. На 92-м, 3-м месте. Мы на 60-м. Вот так недалеко расположились друг от друга. Матч проходил при явном преимуществе наших. Гол был забит. Уже в первом матче был применен видеоповтор. Да. Был применен видеоповтор, которым уже в каждой встрече без видеоповторов не обходится. По-моему, это какой-то… В первой игре не понадобилось. Не понадобилось? В первой игре не понадобилось. Не в первой игре, а во второй игре. Во второй игре уже понадобилось. Во второй последующих понадобилось, но все равно были намеки на то, чтобы и в первой игре. Потому что там и ползу вроде бы, пенальти не поставили на ползу, когда он через вратаря перепрыгивал. Ну, чисто победа. Нам, наверное, дома и стены помогают, что называется. Ну, матч открытия, сам Буфилин. Знаете, я думаю, вообще этот матч особо обсуждать-то не стоит. Прежде всего стоит, наверное, говорить о Новой Зеландии. Совсем себя сборная не показала. Ну прям вообще, ожидалось больше от нее. Не ожидалось, я думаю, никто таких вот его не ожидал. Вот как-то не неожиданно. Я думал, вы будете говорить, как хорошо сыграла сборная России. Как радостно. Наша сборная сыграла хорошо лишь потому, что выиграла. На самом деле качество игр оставляет желать лучшего, так как брак в передачах просто колоссальный. Реализация моментов ужасная. А кто понравился вам или кто не понравился? Мне понравился Федор Смулов, который один с обводов совершил успешных. Это лучший результат среди всех четырех игр, среди всех игроков в первом туре Кубка Конфедерации. А кто не понравился из наших? Не понравился, ну скорее... Кому на скамью подсудимых? Не очень понравился Ерохин, но я думаю, с португальцами будет немного уже другой состав, и как раз таки Ерохин в него не попадет. Так, а ваше мнение, Арман, пожалуйста. Мне понравился, как это неудивительно, Денис Глушаков. Он превращается в такого системообразующего игрока, лидера центра поля. И вот так он вводит с собой команду. И вот первый гол при непосредственном его участии, ну можно, засчитали автогол, но после удара в штангу отлетело в груди австралийцу и перелетело в ворота. Причем наша пресс-служба в Твиттере опубликовала запись на пост Дениса Глушакова, что он посетовал, что опять полгола забил, вспоминая прошлый Евро. Сказали, нет, Денис, гол твой, что ты там напутали. Видимо, FIFA не разобрался до конца, а вот наша сборная поддерживает Дениса в этом случае. По телекартинке видно, что там действительно автогол. Кстати, вот интересно, завтра будет очень важная дата в истории футбола. Помните этот замечательный матч Европы, чемпионат Европы 2008 года? 3-1 с Голландами. С Голландами, да. А это будет завтра. Так что, видите, все так сходится. И завтра же мы играем с Португалией. Будем надеяться, что с Португалией выиграем. По крайней мере, метрокод. Есть такой код, который называется метрокод. Ну, код в смысле кот, в смысле животное. Который предсказывает, что ли? Да, у нас сейчас все предсказывают. Даже робот предсказывает им в матче. Так вот, метрокод. У нас же есть код в Эрмитаже. Это отдельный код. А это, который в метро. Так вот, он надеется, что в следующем московском матче победа будет за Россией. Надеется или знает? Код надеется. Я не знаю, как код надеется, как он это делает. Облизывается как-то. Или глазами как-то мигает так, чтобы дать понять. Но в любом случае, завершая тему российского участия в Кубке Конфедерации, ваш прогноз на матч Россия-Португалия на завтрашнюю игру? Я думаю, что завтра будет победа нашей сборной. Без Криштиана Роналду Португалии ничто. Так. Какое заявление? Жестокий себя артил. Ну вот увидите, выиграем, выиграем. Это смелое заявление и немножко поспешное. Потому что, как мы видели в матче с Мексикой, Португалия это не только Криштиану Роналду. Она теперь не так зависима. Есть много, два-три очень перспективных игрока, на которых стоит обратить внимание. И Россия не будет действовать так, как действовала с Новой Зеландией. Потому что с Португалией они будут играть чуть от обороны. И немножко по-другому будет. Я ставлю на ничью. Ставишь на ничью? Ну я тогда ставлю, вынужден стоять на Португалию. Посмотрим, кто выиграет. Время не ждет. Девять часов и девятнадцать минут в столичном регионе. Доброе утро всем, кто слушает Радио 1. И напомню, что на radio1.news продолжается наша трансляция. Я имею в виду, по веб-камере вы можете происходить все, что происходит в студии. Также там же нас можете слышать. И работает инстаграм radio1.news. Тоже мы в прямом эфире. И с Дарьей Гановой мы приветствуем опять же в студии наших специалистов по футболу. В данном случае. Как приятно от вас это слышать. Ну да, несмотря на то, что они студенты, они уже специалисты. По крайней мере, нам так кажется. Артем Фигуров и Арман Камчан. Студенты Московского педагогического государственного университета института журналистики. И следующий вопрос. Вот самое интересное из матчей, который вы увидели. Если можно коротко, что вы сообщите нашим слушателям, которые наверняка не все матчи смотрели. Ну что ж, Чили-Камерун выходили на этот матч. Великолепная сборная Чили. Столько всего там было. Да, сборная Чили на самом деле великолепна. Играла на две головы выше камерунцев. Но не могла реализовать долго свои моменты. В первом тайме хоть один гол изобила. Варгас его. Варгас отличился, но не засчитал гол арбитр. Был даже скандал по этому поводу. Несмотря на то, что видеоассистент подсказал, чилийцы все равно долго спорили. Но в итоге на повторе офсайт был. Мы сейчас поговорим о повторах. Так, еще что в матче этом? Ну а потом они в конце уже забили второй гол. Тоже Варгас отличился. Опять были проблемы с видеоарбитрами. И опять пришлось прибегать к его помощи. На этот раз гол зачитали. 2-0. Чили выиграла. Уверенно идет дальше. В следующий матч с Германией намного сложнее будет. А вы знаете, что Лев сказал, что Чили фаворит Кубка Конфедерации? Ну, я думаю, он немножко польстил сборную фейс. Но мне кажется, что очень хорошо. Ну, Чили один из. Один из. Можно с ним согласиться. Я очень доволен этим матчем. Четыре мяча мы увидели, два действительно в итоге не засчитали. Два засчитали. Ну, во всяком случае, чилийцы играли намного лучше, чем в предыдущем товарищеском матче с нашими. Намного лучше. Понятно. Может быть, просто наши тогда хорошо играли. Это редкий такой случай бывает. Вряд ли. Так, Арман, пожалуйста, что об игре вот этой вот замечательной... Австралии-Германии. Очень интересная игра. Да, вчера он произошел. А Германия победила Сочи Лутон 3-2. Матч проходил в Сочи на арене Фишст. Он вмещает 45 тысяч с лишним. А на игру пришло, к сожалению, 28 тысяч. Ну, в Сочи холодно, видимо, сейчас, как и в Москве. Чего туда ездить? Вчера относительно было тепло. Вот я это шучу-то. Хорошо, хорошо. Ну, ну, что о матчах, а то у нас совсем мало времени осталось. Да, Германия именно имела полное преимущество, надо сказать, и по мастерству, и по тактической выхолоченности. Ну, и она нагло сильнее по всем параметрам. Но Австралия сумела загрызть немножко Германию тем, что поначалу они слишком с уважением подошли к Австралии. Ой, к Германии, австралийцы. Потом расслабились в хорошем смысле слова и начали немножечко нагнетать обстановку. Да, когда они уже поняли, ну, с этими немцами можно делать вещи, играть нормально, это уже к концу матча произошло, они немножко поднаторили, и за последние 15 минут могли даже сравнять счет, в итоге 3-2. Да, и счет, в общем-то, очень интересный, всех он удивил, и даже комментаторы, которые работали на этом матче, Ксатин Выборнов и Виктор Гусев, все время удивлялись. Как же так? Как же так? Как же так происходит? Да, весь матч хвалили немцев, а так Австралия... Да, Австралия помогла испортить им эту всю картинку. Ну, и давайте поговорим коротко о повторах и о каких-то слухах, что у нас интересного еще вокруг? Ну, это, наверное, касается, прежде всего, матч, который мы, ну, затронули частично, но не обсудили Португалия-Мексика, так как это исторический матч, и он состоялся в нашей стране, в нашем городе, Казани. Впервые была продемонстрирована вот эта видеосистема с видеоарбитром, и правильно, правильное решение, я считаю, ведь пригодилось, и первый гол Пепе правильно был незащитом. Ну, вы понимаете, что мы теперь не досчитаемся стольких мячей? Так зачем нам эти скандалы после каждой игры про то, как Реалу из-за сайда голы засчитывают, как Барселона какие-то пенальти неправильные зарабатывает? Нам это не нужно, нам нужно честность. То есть вы за справедливость, Артем? Я за справедливость, я за футбол. Понятно, понятно. Так, какие у нас есть, у нас совсем нет времени, какие-то слухи, есть еще интересные сообщения вокруг Кубка? Вокруг Кубка вроде слухов, таких вот уже не просочилось пока, что в прессу только есть какие-то новые новинки, это видеоповторы и вот стробоскопические очки для вратарей, чтобы у них реакция улучшилась. Это что такое? Ну-ка расскажи быстрее. Прежде всего для сборной России. Они пользуются, они надевают, там специальные линзы есть, они на время ухудшают зрение вратарей, и они успевают вот именно с ухудшением зрения уже подключать дополнительные какие-то мозговые функции, чтобы они лучше ловили мяч и видели траекторию мяча. Но они надевают очки-то не во время игры? Нет, на тренировках. Во время игры не разрешается как бы надевать очки, но во время тренировок они надевают, и реакция улучшается. Спасибо большое, Артем Фигуров, Арман Крчан, студенты МПГУ, Института журналистики. Рассказали нам о том, как проходит Кубок Конфедерации. Завтра они придут к нам снова. Ну а пока у нас с вами музыкальная пауза, новости, и потом будем выходить на финишную прямую. Утро. Это когда? Время не ждет. 9 часов 34 минуты в российской столице. Напомню вам, что Радио 1 продолжает свою работу в прямом эфире. Я имею в виду, что утреннее шоу времени ждет тоже вместе с вами Дарья Яганова. И Николай Пивненко, конечно. Мы выходим на финишную прямую, и напомню вам, наше голосование продолжается. И для того, чтобы его еще раз вам напомнить, еще один любопытный фрагмент из фильма, который тоже связан со стационарным телефоном, которому фактически мы сегодня посвятили всю нашу программу. Давайте послушаем. Общежитие слушает. Здравствуйте. Какой Людмилу? Здесь Людмил много. Ах, а к вам Людмилочку. Сейчас, сейчас. Она, знаете, в ванную принимает. Минуточку. Сверидова? Люда! Скорей! Кого? Телефону! Телефону! Скорей! Люда, тебя! Вы слушаете? Минуточку. Она уже вытирается. Я сказала, что ты в ванной. Я слушаю. Кто, Вадик? Как же, помню, помню. Какое общежитие? А, это у нас бабушка шутит. К нам вчера гости из Новосибирска приехали, так она наш квартиру общежитие стал называть. Людмил, ты знаешь, я... Да, да, прямо все в Москву лезут, будто она резиновая. Сегодня не могу, сегодня у папа день рождения. Завтра? Ну, хорошо, я сама позвоню вам завтра. А то я в Ведень в институте буду, ага. Ну, че? Общежитие. Ну, откуда же я знала-то? Вы можете говорить просто, хеллоу? Сейчас запишу. Ну, что ж, вот такой замечательный фрагмент... Общежитие слушает. Хеллоу, общежитие слушает. Замечательный фрагмент из фильма «Москва слезам не верит». И, как вы понимаете, действительно, столько всего связанного именно с телефонной связью, вот, что именно той, советской еще, стационарной, что мы не могли сегодня вам не адресовать такой вопрос. Вы по-прежнему пользуетесь стандартным способом телефонизации, стандартным телефоном 8800-100-2405, стационарным телефоном 8800-100-2405, это телефон для вашего голосования. Если же вы в основном пользуетесь уже мобильной связью и как-то отказались от стационарного телефона, то ваш телефон для голосования 8800-100-2406, 8800-100-2406. Голосование продлится еще минут 10-15, так что торопитесь принять в нем участие. Ты знаешь, какая метаморфоза? Вот раньше говорили «позвони мне на домашний», и все понимали, о чем идет речь, а сейчас у многих несколько мобильников, домашний, рабочий, и не поймешь, на какой телефон звонить. На сотовый еще, помнишь? «Позвони мне на сотовый». На сотовый, на мобильник. Я до сих пор так говорю, на сотовый. И раньше это звучало как-то, сейчас-то это звучит как, ну, я не знаю, там, как в эту, в трубу позвони, а раньше, и позвони мне на сотовый. На мобильный. А потом уже на мобильный, потому что сотовый, мобильный, там были вариации, были возможные интерпретации. Дозванивайтесь, пожалуйста, дорогие друзья, время продолжается, и время, как известно, не ждет. Сегодня вторник, 20 июня, и еще немножечко календаря, на этот раз народного. Сегодня у нас Федотов день. Время не ждет. Что-то мне сразу высказывание такое вспомнилось, Федот да не тот. У меня тоже в голове крутится. А икота, икота, переходи на Федота, а потом на Якова, а потом на всякого, помнишь? О, Господи, Боже мой, как он. Так в детстве не говорили? Нет, мы в моем детстве уже так не говорили. Федотов день, вернее, в моем детстве еще так не говорили. Вроде это стародавнее-то, ну ладно. Ну, у кого как, Господи. Итак, сегодня Федотов день. Федот, Федот урожайник. Считается, что этот день влияет на налив ржи. Святой Федот тепло дает, рожь в золото ведет. Если погода теплая и ясная, то урожай ржи будет хороший. Налив полный, зерно крупное. Ну, а если будет дождь, хотя этого не планируется вроде бы, то зерно будет плохое и тощее. Значит, что еще здесь говорят? Пословицы. Дождь-кормилец, дождь в земле супруг. Наше счастье, дождь на ненастье. Пошлет Бог благодать и дождь, будет хлеб. То есть как-то все про дождь. А мы сегодня как раз... Сдается мне, что это нехороший знак. Нехороший знак. Ну, давай, смотри, здесь еще есть такие. Будут дождички... Не, будут дождички, дождички, Господи. Будут и грибки. Ну, логика, конечно. Логика есть, да. Кстати, говорят о том, что из-за обильных дождей у нас этот год будет очень грибным. Потому что не жаркая погода. Да, но с планом урожая каким он будет, вот что нас волнует. Вот это вопрос, да. Именинники Антонин, Артемия, Валерия, Кириак, Кириакия, Клавдий, Мария, Маркел, Федот. Кстати, Клавдий... Маркел, по-моему. Маркел, да, простите. И Федот, естественно. Ну, да. А вот Клавдий, красивое имя, правда? Клавдий, да. Но, конечно, я ни разу не встречала это имя. А Клавдия? Только Клавдия Шульженко, я знаю. Ну, видишь, как и прославила она все. Да, прославила свое имя. А больше Клавдии, мне кажется, что как-то такие имена уходили, были одно время немодными. Например, у меня у знакомой мама Августа. Ее все звали тетя Гутя. И для меня я долго ломала голову, как ее зовут по-достовещему. Вот. А она Августа. И не именно Августа, а Августа почему-то. Вот я там даже ударение проставлю. Понятно. Ну, скажу так, что эти замечательные имена, если вы найдете их среди своих знакомых, Знаете, у них сегодня именины, и мы их с этим замечательным событием поздравляем. Время не ждет. Продолжаем, дорогие друзья, нашу работу в прямом эфире. И напомню вам, что совсем немного времени остается до кончания нашего голосования. Но у нас есть еще возможность познакомить вас с некоторой информацией. Благоустройство 50 парков столицы планируется провести в этом году. Честно говоря, я думал, что все парки уже благоустроены, потому что там, где я бываю, и по воле судеб, что называется, и по работе, или еще где-то, даже маленькие скверы, Даш, они как-то стали выглядеть по-другому. Да, я согласна с тобой, и с одной стороны, как мне кажется, что благоустройство парков, конечно, это дельная штука, но бывают парки, которые действительно требуют заботы о себе, хотя бы даже очистить их от сухостоя. Но почему-то на это не обращают внимания, а обращают внимание совершенно на другие какие-то эстетические символы, которые, в принципе, ты понимаешь, да, ты идешь по красивой дорожке, а вокруг деревьев валяются. Ну, как-то это... Ну, то есть ты бы поработала над этим? Я бы в основном, если бы, конечно, бы, то я бы постаралась больше с экологической точки зрения. В год экологии подойти. В год экологии, да, подойти. Ну, давай посмотрим, что здесь пишется. Итак, в этих 50 парках обустроят 208 спортивных и 174 детских площадки, а также 40 сцен для выступлений, будет 290 зон тихого отдыха. В ходе работ будет высажено почти 18,5 тысяч деревьев и 216 тысяч кустарников, создадут свыше 74 тысяч цветников, будет обновлен газон, сделаны тропинки и освещение. Вот то, что нам обещают по поводу новых 50 парков. Я, кстати, посмотрел, какими темпами сейчас работают вот в районе парка Горького, там сейчас тоже перекрыли. Я недавно там была, там все перекрыли. Они разрыли все, и человек, наверное, 15 сразу работает, там кладут трубы. Да, да, я видела. Кладут трубы за меня замены. Говорят, что эти трубы вообще будут, ну, они фактически уже как трубы не в плане вот железные, да, как мы представляем себе, они так и специальных материалов будут, и они будут практически вечными. То есть, надеюсь, больше уже не будут там рыть. Ну, в самом парке Горького, к сожалению, идут работы различные, не только по благоустройству, там же какие-то аттракционы еще делают, еще что-то, и все перегорожено. Очень сложно порой бывает пройти, особенно из-за обилия людей, по выходным. Ну, не знаю, как это все будет и как это все будет происходить, но посмотрим. В любом случае, продолжается вот эта вот программа «Моя улица». Нам обещали, что до сентября, да, основные работы будут закончены, ну, или, по крайней мере, намекали. Ну, что логично, потому что в осенне-зимний период все-таки мы должны уйти в уже более подготовленном виде, потому что есть просто такие узкие перешейки, где, ну, автомобили просто не смогут проехать при всем желании. Посему 50 дополнительных парков обустроенных, это, конечно же, хорошо, но хочется побыстрее, чтобы все уже закончили, чтобы все уже убрали, все эти заграждения, и город заработал по полной программе. Очень бы хотелось. Время не ждет. Девять часов и сорок девять минут в столичном регионе, и вот что интересно, я обратил внимание, что если говорить о телефонной связи, да, а мы сейчас уже будем подводить итоги, то ведь нас совсем тогда не стояла проблема с батарейкой. Мало того, не стояла даже проблема со светом, потому что у телефона была своя линия связи, никоим образом не привязанная к электронной, ну, к свету, я имею в виду, к розетке обычной. Да-да-да, электрическая розетка. А, ну ты имеешь в виду про мобильные телефоны или про какие? Про стационарные? Не, про стационарные. А, ну это да, конечно. Они понадобились только тогда, как раз когда радиотелефоны появились, тогда нужно было уже вставлять. В базу вставлять, да. Да-да, базу. То самая большая проблема на сегодняшний день это аккумуляторы, конечно, для мобильных телефонов. Да, и причем где-то я видела, то ли в какой-то соцсети, то ли в Фейсбуке, то ли еще где-то, мне очень понравилось там высказывание, что современные дети этого не поймут, и зарядка в начале недели 100%, в конце недели 90%. Да, да, да. Сейчас уже не та ситуация. Маленькие черные телефончики такие хорошие. Да, они там были и синие. Но это уже потом, это уже потом. А еще когда сменные корпуса появились. О, ты видишь как. В поисках более эффективных источников возобновляемой энергии, то есть речь идет об аккумуляторах, ученые неоднократно совершенствовали аккумуляторы. Такая группа ученых, одна из, объявила, что в ходе экспериментов им удалось создать новый тип аккумуляторов на основе ионов калия и мусора. Исследователи взяли ржавую переработанную сетку из нержавеющей стали и использовали раствор фиороционида калия, который также применяли в производстве вина и в удобрении. О, Господи. Для растворения ионов и слоя ржавчиной сетки эти ионы, сейчас я найду самое главное, вместе они образовали соль, которая цеплялась на сетку в виде нанокристаллических нанокубов, которые могут хранить и выделять ионы калия. Таким образом, фактически, это аккумулятор. Полученный аккумулятор пока является лишь доказательством концепции, но исследователи остались довольны полученным результатом. Он имеет высокую пропускную способность, разрядное напряжение и стабильность у цикла. То есть, речь идет о том, чтобы придумать такой аккумулятор, который, как ты говоришь, в понедельник 100, а в воскресенье 90. Просто пока, конечно же, смартфон, и я уже сталкивался много раз с этой проблемой, когда в самый ненужный, неподходящий момент у тебя обязательно заканчивается зарядка твоего телефона. И вот тут начинается такая нервная дрожь в тебе, потому что всегда это происходит в тот самый момент, когда тебе обязательно кто-то должен позвонить, или ты должен позвонить, или ты должен узнать, я не знаю, как... Кстати, например, с парковки уехать надо от парковки, не хочется лишних денег платить. В общем, вот мы в какой-то степени, хоть связь у нас и мобильная, но мы заложники аккумуляторов. Так что будем надеяться, что ученым все-таки удастся создать какой-то новый аккумулятор, и этот самый новый аккумулятор взорвет, что называется, мир, и у нас с вами будет возможность, что называется, по-новому взглянуть на нашу традиционную уже для нас мобильную связь. А тем временем, Дарья, пришло время, как это ни парадоксально, и... Потихонечку, полигонечку подвести итоги. Итоги. И вот что интересно. Мы сегодня пытались узнать у наших слушателей, чем вы пользуетесь чаще, стационарным телефоном или мобильным? Я был в полной уверенности, что мобильные телефоны уже полностью завоевали этот мир. А нет, как говорят в таких случаях. На самом деле оказалось, что не все так просто. И вот результаты нашего сегодняшнего голосования прямо сейчас я оглашаю. 36% до сих пор пользуются... Простите, 78% пользуются на сегодняшний день, из наших слушателей, стационарной связью. То есть это большинство получается? Да, 78%. И 22% мобильный, только мобильный. Но мне кажется, что совсем скоро эти цифры поменяются. Но ты знаешь, что-то есть другой вариант. Конечно, у нас мобильные сети развиваются, и появляются новые, там что-то как-то пытаются с друг другом соперничать старые. Но хочу заметить, если мы берем города подмосковные, то не всегда ловится мобильная сеть. И я просто вот недавно была у знакомых на даче, мне приходилось залезать на дерево и говорить. Поэтому единственное подспорье — это стационарный телефон. И они есть практически во всех уголках Подмосковья. Поэтому, как мне кажется, пока это такой надежный друг. Ну вот, понимаешь, только за 2014 год, это я нашел самую свежую информацию, от домашнего телефона в стране отказались 2,5 миллиона человек. Это 7% абонентов. Операторы потеряли тогда 16 миллиардов рублей. И мне кажется, что это только начало. Но, согласитесь, хочется погладить нашего дискового друга, который столько лет верой и правдой служил нам. Погладьте свой старый телефон, ну и не забудьте, что можно заодно и смартфон погладить. А то он может обидеться и разрядиться. На 7, друзья, мы сегодня с вами расстаемся, чтобы встретиться завтра в 6 часов утра. И завтра будем голосовать по поводу погоды. Что-то она нам покоя не дает. С вами были Дарья Яганова. И Николай Пивненко. Мы прощаемся ненадолго. Встретимся завтра, как всегда. Гудбай. Пока.